Меня зовут Сергей Ульянов, и я рад тебя приветствовать в своей вселенной, если, конечно же, ты сюда пришел или пришла с добрыми намерениями. Это мой личный блог, и если мы с тобой еще не знакомы, а так как тема достаточно такая попсовенькая, на которую можно себе пригнать новую аудиторию, то давай познакомимся с тобой чуть-чуть подробнее. Я тут, значит, свой формат, свой блог я веду в удобном для меня жанре, я не монтирую то, что ты видишь. Это такой скринлайф формат, да, я буду тут лазить по браузеру, по своим личным документикам, и что-то мы будем тут смотреть, изучать, да, ты сможешь увидеть мою жизнь без прикрас. Так как тема у нас актерская визитка, актерский шаурел и все проще, я тут надел белую маечку, типа, как для фотоснэпов, да. Сейчас тут хотел себе сделать какую-то причесочку такую, типа, я гуру, типа, что-то, что-то, какой-то там, типа, какой-то пучок, но что-то как-то у меня не сильно, чтобы получается. Вот, поэтому я этого, наверное, делать не буду, просто оставлю свои эти бардаксы на голове и поговорим с тобой. В общем, видео, наверное, скорее всего, не будет коротким, ну, то есть, у меня было два возможности, две мысли о том, как записать это видео. Можно было записать по пунктикам, все кратко, подробно, понятно, либо записать какой-то разговор, а так как мне это видео, в первую очередь, нужно мне самому, так как через свой личный блог я, да, разговариваю сам с собой, смотрю на себя со стороны, пытаюсь понять, как я сам мыслю, когда я пересматриваю эти видосы. Это такая селф-терапия, назовем ее так, да, и поэтому, если тебе не нравится такой формат, если тебе хочется все быстро, сгруппировано, у тебя нет времени, короче, нажимай сразу крестик и давай не будем друг другу, да, тут создавать каких-либо неудобностей, я сразу озвучил все, что здесь. На самом деле, если ты не знаешь, как снимать актерскую визитку, если ты еще в самом начале пути, и у тебя нет времени посмотреть это видео, то, скорее всего, ты вообще не готов или не готова к этой профессии, потому что она непростая, если ты хочешь в нее погрузиться, то, что ты услышишь в этом видео, ты не услышишь больше никогда и нигде, никто тебе об этом не расскажет. Ну, я это говорю просто потому, что каждый опыт уникальный, как минимум, и другого такого видео, если бы я его нашел сам, все то, о чем я сегодня хочу рассказать сам, если бы я где-то нашел подобный рассказ, я бы, наверное, бы по-другому прожил свою жизнь, и я даю эту возможность прожить эту жизнь тебе. Начнем с того, что, почему я вообще на эту тему рассказываю, имею право вообще делиться своей экспертизой, кто я такой, вообще с чего бы я знаю, могу давать рекомендации о том, как записывать эти визитки. Во-первых, меня зовут Сергей Ульянов, мне 3-4 года, я родился и вырос в Минске, получил, учил, во-первых, ну, там, с детства все понятно, театральные студии, драм-кружки, вот это все. По счастливому, по счастливому, ну, стечению, не стечению обстоятельств, вот, когда мне, в общем, было там порядка 13 лет, я узнал о том, что в Минске набирает, происходит набор в театральную школу, вот, и так, собственно, начался, наверное, мой уже осознанный путь в театр, я всегда там участвовал во всяких сценках, съемках, и благодаря, в общем, этому, в этой школе я понял, что я, я впоследствии поступил на режиссерский факультет, получил режиссерское образование, снимаюсь в рекламе, и помимо этого я еще работаю маркетологом, и как клиент периодически, собственно, сам приглашаю агентство для того, чтобы проводить кастинги, для того, чтобы снимать рекламу, выбирая сам модель, знаю, как это происходит, и как актер с одной стороны, да, и как клиент с другой стороны, и вот эти две, два совмещения во мне, они помогают для тебя раскрыть какие-то те инсайты, которые, ну, которые ты, которые рекламщики зажмут сказать, актеры будут говорить, я, все мне далось, ну, ты знаешь, я думаю, эту историю, просто нужно верить в себя, и у тебя все получится, ты сможешь, ну, как бы без, без какой-то конкретики, да, вот я тебе как раз-таки конкретики с одной стороны, и со второй поделюсь. Начну я издалека для того, чтобы пояснить тебе свой уникальный опыт, в чем он заключается, почему именно такая история у меня сложилась, и почему у меня сейчас появилось вообще, в принципе, желание этим заниматься. Поясню, да, то есть в школе все понятно, все театральные постановки, все конкурсы, петь, танцевать, играть, всегда я, всегда Сергей, всегда Сережа, ну, само собой, понятное дело. И в какой-то момент, когда я переходил из одной школы в другую, у меня была такая классная, классная-классная, которая сказала, что, блин, Серегу, да тебе нужно в театральное училище, и вообще в... У меня тут девчонка из параллельного класса, она год старше занимается в драмтеатре, и, короче, она заставила эту девочку, эта девочка не хоть, а вот так вот, как заставили меня, привела меня в эту студию, и с этой студии началась моя, в общем, ну, плюс-минус театральная какая-то история. Это была студия при Декамазе, Дворец культуры МАЗ, заводского района, Нина Сергеевна, вот, фамилию сейчас что-то вылетело на стрессе, я помню, конечно, эту фамилию, Смирнова, или Иванова, Иванова, не на суде, Иванова, да, но суть не в этом, там были роли типа из серии бабочка, там, не, не бабочка, этот, цветочек, цветочек, ну, то есть вот такое, ну, то есть первые самые, первые какие-то, и самое интересное то, что мне в школе давалось очень легко, в театральной студии как-то я воспринимал уже не как самодеятельность, а как искусство, и поэтому даже вот этим стоять, этим цветочком я трёсся, ну, то есть какой-то уровень стресса, ну, то есть если я в школе, там, мог переодеваться, там, в бабушку, в девушку или ещё что-то такое, и было всё вообще на смехе, как-то я выходил, уходил, и всё было так по приколу, то как только я почувствовал, что я прикоснулся к искусству, хотя это какой-то детский спектакль, ещё раз я повторюсь, это какой-то цветочек, у которого там роль проснуться там и уйти, у меня начиналась какая-то дрожь невероятная, да, в общем, это про моё отношение к творчеству, то есть если я уже считаю, что я занимаюсь искусством, то всё, тут уже включается какой-то перфекционизм, какое-то максимальное требование к самому себе, ну, в общем, моя лучшая подруга знала, что я занимаюсь в театральной студии, и когда она услышала по радиоточке, по радиоточке я 87-го года рождения, сразу тебе скажу, да, ну, я уже представился, что у меня 3-4, да, в общем, услышала о том, что происходит набор в театральную школу, сразу мне сказала об этом, и нужно было, я поехал туда проходить экзамены, нужно было переводиться из обычной, то есть нужно было пройти сначала, сдать экзамены вступительные, там, выучить, придумать этюд, выучить басню, спеть песню, и если ты пройдёшь, то ты поступишь, и для этого нужно было переводиться из моего района Заводского аж на Пушкинску, ехать через весь город. Я почему уделяю этому внимание, потому что, по большому счёту, эта школа мне заменила высшее образование, и то, что я получил в этой школе, мне мой университет не дал, я на секундочку учился в Белорусском государственном университете культуры, вот, и я, как бы, и это важно, да, то есть, получив высшее образование театральное, я знаю ему цену, этому образованию, и я сейчас расскажу, с какими я столкнулся преградами на своём пути. В общем, в эту школу я поступил, и у меня начался, я только потом это понял, что у меня начался университет с восьмого класса, я с восьмого класса до восьми часов каждый день сидел в этой школе, не то, что сидел, у нас были обычные уроки вообще образовательные до двух, да, как обычно там в восьмом классе это происходит, там, до полтретьего, а потом был обед, и потом у тебя начинались театральные занятия, это сценическое мастерство, ну, оно же актёрское, сценическая речь, сцен движения, вокал, хореография классическая, там, по четыре часа в неделю у нас было, и усиленный курс мировой художественной культуры. И я тогда не знал, что я по большому счёту получаю высшее образование, у нас каждые полугода были экзамены, такие большие, мы по полугодиям каждые полгода готовились к новому экзамену, такому большому, и вот, и проходили, именно там я избавился, в этой школе я избавился, я не умел выговорить букву «Л», меня всегда называли, мой дядя называл меня «пшеком», вот, это было не очень приятно, и, сейчас, секундочку, я буду периодически проверять, идёт ли запись, так, я уже понял, где мне можно её смотреть, уже не надо, я вижу, где смотреть. В общем, и, а я был настолько перфекционист, что всегда хотел учить, в смысле, понимал, что для того, чтобы выступать на сцене, нужно владеть полностью языком, и я как-то, у нас, к сожалению, в школе мне не, мой преподаватель по речи не хотел со мной заниматься индивидуально этим вопросом, но зато она помогла, она помогла мне подойти к детскому логопеду школьному, и детский логопед тоже сказал, что со мной заниматься не будет, но она мне выписала, дала книжку с упражнениями, и я эти упражнения каждый день делал, там всякие лэ-ла, ло-лу, и вот это вот всё нужно было повторять, но я тогда был поклонник всякой попсы, и тогда в тренде был максимально в тренде акула, руки вверх, турбомода, да, все вот эти проекты Сергея Жукова, и там же все песни, вот каждой песне было ла-ла-ла, и, значит, это был мой тренинг, я там пел ла-ла-ла-ла, а в ней всё мало, вот это, да, или там, а о любви давно спеты все слова, вот поэтому пою я ла-ла-ла-ла-ла-ла, и так научился вот выговаривать эту букву л, и уже говорим не лавка, а лавка, и вот, это что касается преимуществ, да, и, ну, это, как говорится, меня никто не заставлял, но я сам себе это придумал, сам себя заставил, и сам с этим расправился, но у нас была школа такая, во-первых, мы по Станиславскому учились, да, это вот про веру в предлагаемые обстоятельства, это когда ты, тебе, тебе говорят, вот ты в лесу, ты там, не знаю, пенёк, вот, давай, ты пенёк, давай, сделай так, чтобы тебе, чтобы нам было интересно, во-первых, покажи это, стань этим пеньком, вот мы тебе сказали, ты в лесу, а дальше сделай так, чтобы нам было интересно, и это вот был, например, у нас такой этюд на «Я предмет», да, и это очень сильно развивает твою фантазию, и, ну, в общем, это самые основы, я имею в виду, что это основы, это актёрское мастерство по Станиславскому, и, ну, то есть, система Станиславского одна из самых, да, крутых актёрских школ, да, актёрских школ, я всё правильно сказал? систем, актёрских систем, систему театральной игры, и именно, я же поясню, я белорус, и поэтому у нас есть свой какой-то национальный, мы его не слышим, так как у нас, мы в основном говорим по-русски, и нам кажется, что он точно такой же русский, как и в России, условно, но он другой, этот язык, и поэтому, чтобы правильно разговаривать, ну, то есть, мало того, что мы развивали дикцию, мы ещё и работали над произношением, например, мало кто знает, что белорусы говорят слова с буквой «Т» через «С», и это может услышать только преподаватель, владеющий русским языком, театральным русским, да, и наш препод Татьяна Николаевна Ховалевская, она тоже классная, абсолютно невероятная женщина, вот это нам говорила, давала эту информацию, я привожу пример, например, слово «тётя», да, мы говорим, белорусы говорят его «тётя», как два «С», «тётя», русский говорят «тётя», я сходил к «тёте», вот мы там сходили туда-сюда, казалось бы, такие мелочи, или там что-то деканье-теканье-секанье, очень много мягких, свистящих, шипящих, которых в русском языке, в русском произношении нет, и позиция преподавателя была, если вы говорите по-русски, говорить по нём правильно, без диалекта, сейчас, конечно, все эти нормы изменились, вот, и они во многом там заложили какие-то обманные впечатления о профессионализме, на самом деле на сегодняшний день это не так уж и важно, многие, вот это вот, многих людей, наоборот, произношение как своё собственное, оно даёт тебе какую-то фишку, то есть любой навык в твоей жизни, там, как твоя красота, или твоя длина волос, или твой цвет волос, как может тебе помешать, так и помочь, да, особенно, когда ты начинающий актёр, да, никогда не знаешь, куда ты попадёшь, и вот, собственно, про кастинги, это я чуть-чуть позже к этому коснусь. Какой был главный недостаток этой системы образования, которая максимально отличается с позиционированием к актёрскому мастерству и вообще к актёрской профессии на сегодняшний день? Нам говорили, что пока вы не получите основу знаний, да, вот пока не научитесь говорить, пока не научитесь, вот ты пенёк, вот пока ты не станешь этим пенёком, пока ты не научишься, ты не имеешь права не ходить ни на какие кастинги, никуда заявлять о себе, не сниматься ни в каких рекламах, не сниматься ни в каких фильмах, ни на какой, ни на десятый, ни на двадцатый роли, учись, получая образование, да. Нам казалось это безусловно крутым. И когда я поступил в итоге в университет культуры, там эта же тема продолжалась. Пока вы не получите образование, какие вообще фильмы, вы про что говорите, ребята? И тогда у меня не приходила мысль, а как же там Макалей Калкин, например, снимался в фильме «Один дома», да, ребёнком, а как же там, я не знаю, дети во всех этих сериалах детских, во всех этих, ну, я думаю, миллион примеров ты сам вспомнишь, где куча есть у детей главные роли, я думаю, они что, избранные какие-то, или что, или им... Ну, я думал, ну да, они избранные, они там, вот, вот как-то так сложилась судьба, что у них, наверное, родители там, режиссёры или что-нибудь такое. В общем, мне всегда казалось... Ну, то есть я принимал вот эту веру, что ты не должен ходить ни на какие кастинги, пока не станешь профессионалом. И я думаю, что... Я сталкивался уже с разными людьми в жизни, которые испытывали точно такие же. Кстати, можешь себе налить кофеёчек, чаёчек, как это сделал я. Уже слышишь, что разговор у нас такой достаточно подробный, пошёл личный, интересный. Можем что-то делать вместе, параллельно как-то. Вот я себе смочил горло. Так вот, я воспринимал это за чистую монету, что ты не можешь ходить ни на какие кастинги. И что я получил по итогу? Я поясню, что никто из моих одноклассников, никто из моих одногруппников не снимается в кино, не снимается в рекламе, в общем, находится не в профессии. В лучшем случае собственное агентство организации праздников или режиссёр при Доме культуры своего местного города, что не минимизирует, конечно, его заслуги или что-то прочее. Я говорю о своих личных потребностях, которые у меня были, и которые, на мой взгляд, подобная система образования похерила напрочь. То есть, во-первых, она поселила в тебе... Есть люди, которые говорят, «Да идите вы в пизду!» Я, кстати, здесь ругаюсь матом, если что, говорю всё, как я говорю друзьям. Я подумал бы, «Да идите вы в пизду! Я хочу ходить на кастинги, меня не ебёт, есть у меня сейчас речь, нету, мне скажет это кастинг-директор, что тебе не хватает того-сего, приходи потом». Или вот для меня, для этого конкретно проекта это не подходит, а миллион других проектов это подходит. Вместо этого я сидел и ждал, когда же я стану тем самым профессионалом. И это поселило... Я знаю много таких людей, как я, которые до сих пор каждый день задаются себе вопросом, «А я уже профессионал или ещё нет?» Нет, наверное, не профессионал. Я, наверное, не имею права заявлять о себе, не могу заявлять о своей музыке, о своих клипах, о своем таланте, какой бы он ни был. То есть вязать, шить, песни петь, танцевать, слесарь... Ну, то есть разные абсолютно люди. Настолько есть люди, которые делают талантливые, там, изделия из кожи, я вот знаю, такого человека, но которые тоже вот, ну, нет, ну, это всё, как бы я балуюсь, нет, нет, это всё охуительные вещи просто. Ну, человек... Не-не, ну, я как бы, ну, это же несерьёзно, ну, в магазин же такой не возьмут, как бы, ну, там максимум, какая-нибудь капсульная коллекция, ну, как я это продам, короче, не-не-не, это всё не моё, и не получится. Понимаешь, да? И это... Это не то, что... Это... Вот это, насколько я понимаю, откуда это пошло из Советского Союза, я не могу сейчас говорить наверняка, но это та вещь, в которую тебе просто влили с молоком, там, кого, не знаю, матери-не-матери, ты не можешь поверить в то, что ты имеешь право куда-то ходить. А я же поясню, в том бы прикол, что я ещё и с образованием школьным и с образованием университетским, да? Я чувствую, что я ничего... Короче говоря, я первый раз сходил на кастинг, я ещё потом вернусь к системе обучения, первый раз я сходил на кастинг в тот год, когда я закончил учиться. То есть, в театральной школе я учился с 2002 года, по 2010 год, ну, то есть, я вот отучился в театралке, ой, с 2001 я учился в театралке, потом я поступил в университет культуры, в 2005 году, до 2010 года я был на одном единственном кастинге, ведущих детскую передачу. это был единственный кастинг, на который нам разрешили и нас сводили, причём всем классом, целенаправленно. Всё остальное, я... ну, я там был на каких-то вокальных кастингах, потому что мне казалось, что это, типа, на народный артист куда-то я там приходил, когда был международный кастинг, приезжали в Беларусь. Но вот как актёр я никуда не ходил и боялся. Более того, я не знал, прошу прощения, и думал, что мне расскажут. Я думал, что мне расскажут, куда мне надо идти, да, и поэтому, получив вот это вот всё, казалось бы, вот я сейчас как взрослый человек рассуждаю, казалось бы, мне нужно было учиться и параллельно работать каким-нибудь, устроиться куда-нибудь на какой-нибудь Беларусь фильм, ну, как минимум, да, каким-нибудь помощником режиссёра или статистом или хлопушкой и работать, работать на съёмочной площадке вместе с этим самым режиссёром, вместе с этим, там, там, помощником режиссёра, там, не знаю, с этими другими, там, актёрами. И мало того, что деньги зарабатывать каждый день можно, да, так ещё и опыт зарабатывать, понимать, как индустрия работает изнутри. И я, кстати говоря, недавно на эту тему слушал подкаст про сценарное мастерство, так как я и пишу сценарии, в том числе тоже. Сейчас вот работаю над сценарием сериала. Сценарные истории точно такая же тема, что есть, я слышал, что ругают в гиг за это, хотя я мечтал в своё время поступить во в гиг, что многие режиссёры, которые окончили в гиг, они остались без работы, потому что им пять лет, вливают, только вот есть идеал, вот, есть, посмотрите, Жан, там, не знаю, Гадара, я не знаю, кого, вот я сейчас позорюсь, да, не могу сходу назвать ни одного режиссёра, господи. Ну ладно. Кроме Гадара я не могу больше не назвать ни одного режиссёра. Ладно. Это закончил режиссёрский факультет, на секундочку, да, у меня тут просто посыпалось и от волнений. Я ещё потом, конечно же, вспомню, 28 человек, скажем всё. Так вот, есть такое понятие, да, когда ты просто учишься, смотришь на прекрасное, как это всё работает в этом университете, учишься, вот постоянно смотришь, как красиво, 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 а как работает индустрия, как снимать это кино, как составлять сметы, как находить локации, как выстраивать кадр, как где искать оператора, как работать с монтажниками, реквизит, свет, костюмы. Вот про это всё. Я сейчас отойду, у меня приготовилось мясо, я выключу его, секундочку. Чтоб не случился пожар, как у меня совсем не дало, я рассказывал пару видео назад, у меня, ты можешь в блоге об этом найти информацию, как когда-то я не так давно, в прошлом месте, чуть не сжёг себе квартиру. так вот, сейчас этого не произойдёт. Ой, не разверну, что там у меня лежат какие-то шмоточки. так вот, и в этом, сейчас я хочу обратиться к любому человеку, который смотрит это видео, очень подробно подойдите к тому, что вам будет преподаваться на вашем курсе, потому что очень часто учат, каким нужно быть профессиональным актёром, но при этом никто не рассказывает, как проходить эти ебаные кастинги, как, блядь, кастинг-то пройти, сука, мне, расскажите, расскажите, вот, я актёр, пять лет учился, как кастинг-то пройти, вы мне, блядь, за пять лет расскажете, нет? И тебе кажется, что это как-то само собой всё происходит, ну, как-то мы найдём, как-то мы найдём, как, ну, то есть, наверное, мне когда-то, это, наверное, вообще всё не важно, я всё это узнаю завтра, я это всё завтра узнаю, тут главное просто подождать, и ты понимаешь, что завтра не наступает никогда, вот это вот всё не происходит и не происходит, и когда же это произойдёт, непонятно, и в итоге это и не происходит никогда, ты никогда не проходишь этот кастинг, потому что Ты никогда не узнаешь эту информацию, потому что тебе ее просто не дадут. Я уже говорю, как режиссеру тебе не дадут информации про то, как организовывать съемочный процесс, а как актеру ты никогда не узнаешь, как пройти. Вот я в своей театральной школе, я научился быть замечательным актером, жить по системе Станиславского, входить в предлагаемые обстоятельства, но при этом никогда не делал, никогда ничего не знал, как работать вообще, как работает машина по прохождению актера в проект, да? Казалось бы, да? Но смотри, собственно, для этого я сейчас и снимаю это видео, чтобы рассказать чуть-чуть больше тебе на эту тему. Так, мне нужно на секундочку прерваться, я прерву это видео, чтобы продолжить. Нет, не буду я прерваться, нет сейчас такой возможности, потом склеивать это все будет дольше. Так вот, надо выключать уведомления на телефоне, будет отвлекать. Все, занимайся делом. Так вот, более того, я так скажу, у меня, у моего преподавателя на курсе в университете, господи, господи, фамилия Наталья Александровна. Я скажу, да, да, кто мой преподаватель на курсе, попозже. В общем, если вспомню. Значит, она говорила, ой, у меня вот этот Михалок учился, вот разгильдяй, вот этот вот. Сергей Михалок, группа Ляпис Турбецкой, Брут, какие там еще сейчас проекты у него, Ляпис 98, еще, по-моему, Михалок, нет, Дрезден, да, может быть, еще какие-то проекты, я не, там, Саша и Серожа, да, вот эти вот все проекты. Гениальный человек, заполучивший международный успех, и тогда это уже было тоже. Ну, то есть, группа Ляпис Турбецкой с 97-го года, если не ошибаюсь, бомбит. Все радиостанции нам говорили, ой, вот эта шпана, вот эта вот, господи, какой позор, как университет позорит, позорит, блять, понимаешь, это вот, мне говорили я с этой информацией, я, конечно, с этим не соглашался, и уже, когда я поступил в университет, я понимал, что я поступил не туда, ну, то есть, после школы моей театральной, это был, если немножечко выпускаю, мне кажется, я сильно блещу, после школы моей, как-то это выглядело все максимально, максимально как-то вообще непрофессионально, потому что это не дотягивало реально до уровня моей театральной школы, вот этот вот университет, главный, казалось бы, университет страны, вообще не дотягивало даже до моей, ну, типа, почему даже, ну, мне просто казалось, что в школе дают основу, в университете дадут что-то большее, да, так вот, ни хрена подобного. Сейчас я поправлю эту лампу, сорян. И, в общем, на первом кастинге я оказался в 2010 году, проходил кастинг рекламы МТС, но в этом есть определенная драма моей жизни, в тот момент я уже работал маркетологом, потому что 5 лет я-то не знал, что можно работать помощником режиссера, что можно работать в профессии. Мне же говорили 5 лет, нельзя вообще заходить в эту профессию, пока ты не получил это образование. Нельзя! Да, я за эти 5 лет научился веб-дизайну, научился создавать рекламу, научился делать сайты, научился креатив придумывать. В общем, режиссер все это, в принципе, может делать и так, ну, кроме веб-дизайна, это другая совсем профессия, но креатив режиссер тоже создает в работе своей, да. В общем, я получил другую профессию за 5 лет вот этого образования, пока мне нельзя было, нельзя, нельзя было заходить в эту сферу образования. Я сейчас говорю, мне прям смешно, да, особенно когда вот тиктокеры с 14 лет, там, с 9 лет, не знаю, уже снимаются в кино, проходят кастинги, нам было нельзя, нельзя, нет, нет, как? Ну, в общем, к тому моменту я уже вот работал в банке, маркетологом, вот, вот, к чему приводит, да, вот этот вот перфекционизм. Ты теряешь профессию, пока ты, как говорится, хорош тот фотограф, который снимает. Не тот, который умеет настраивать камеры, не тот, который выстраивает кадр, а тот, который постоянно практикуется и пробует делать что-то в своей профессии, да. А я только учился быть этим актером, не имея вот этой той самой, ну, то есть практика, конечно, была у нас, мы ставили спектакли, да, вот это все мы делали, но, еще раз повторюсь, мы не знали, ну, то есть работы на площадке не было, как проходить вот из тепличных условий школы, университета в бизнес, в среду. Но нам, наверное, не могли ее дать, потому что люди преподавали и никогда в этой среде не были, да, и поэтому они ее и критиковали. Ну, то есть это, в этом и парадокс этой профессии, что, наверное, к счастью, что сейчас тренды поменялись и сейчас не нужно слушать бабушку за 60 лет, которая тебе рассказывает про то, что Михалок, может быть, ей не было 60, может быть, ей было 40, я не знаю, но по всем ощущениям, потому как она себя подавала, потому что я не иджист, я просто говорю про образ мышления, да, все отрицать, все новое, не принимать ничего и ничего при этом не давать взамен, да, когда ты отрицаешь, предлагай, ну, то есть как надо, как должно быть, да, а у нас были обряды и праздники, как залог идеала, да. Поэтому, выйдя из университета, я получил профессию маркетолога, да, потому что я этим занимался каждый день после работы, в смысле после учебы, вместо учебы, ну, не вместо, я имею в виду, когда они, когда, я имею в виду, вместо того, чтобы проводить время на съемочной площадке, и у меня не было, к сожалению, в моем окружении людей, которые бы мыслили бы по-другому и могли бы мне сказать, Серега, а чем ты занимаешься вообще, почему ты делаешь сайт, почему ты по дизайнерам работаешь, ты же можешь пойти на, там, на Беларусь фильм или вообще уехать, там, не знаю, в Голливуд, почему ты не ездишь, я думаю, а я им говорил, ну, я еще должен получить образование, какой, какой Голливуд, какой Голливуд, образование надо получить, да. С одной стороны, у меня было преимущество рядом с моими коллегами, с моими одногруппниками, потому что у меня уже по окончании учебы уже была профессия за плечами, но другой был минус в том, что это была не та профессия, на которую я хотел, на которую я шел учиться, на которой я занимался с 2002 года, то есть получилась такая история, что я с 2002 года учусь актерской профессии, а вышел маркетологом-режиссером, блядь. И более того, когда я оказался в первый раз на кастинге, по эффекту новичка, я, кстати, о нем сегодня расскажу тоже, как это работает, меня выбрали сразу, меня выбрали с первого кастинга, меня сразу выбрали на главную роль в рекламе. И я, как честный мальчик-зайчик, пришел на свою работу, потому что я читал, что в законодательстве, что госслужащий не имеет права, не знаю, где это я вычитал, не помню, может быть, это сейчас уже даже не так, не имеет права параллельно сниматься в коммерческой съемке. И, конечно же, мой руководитель, который очень ревностно относился к тому, что я могу уйти из профессии, потому что я был действительно талантливым маркетологом, и она переживала, что я могу уйти из профессии, она мне сказала, да, ты не можешь, ты не можешь уходить из, ты, если ты работаешь только в банке, ты в фотосессиях сниматься не можешь, я не разрешаю, ты уволишься. Вот. И я что сделал? Я отказался от своей первой главной роли. И чем это плохо, конечно, чревато? Тем, что, когда ты проходишь кастинг, и тебя выбирают, когда ты потом впоследствии узнаешь, как это, ну, когда ты прошел первый раз, тебе кажется, что это легко, ну, что ты мог всегда это сделать, да? Потом это становится для тебя, ну, то есть, ты себя зарекомендовал уже в этой микро, в этом микросегменте, как неблагонадежного актера. Ну, то есть, тебя выбрали на роль, нахуя ты приходил тогда? Нахуя ты приходил? Понятное дело, что там еще не было, я ушел, слился с ранней стадии, когда меня еще даже не, ну, то есть, не было даты съемки, то есть, я прям, меня утвердили, ну, и сразу там, я сказал, что я не могу. Это еще была плюс-минус неплохая ситуация, но если бы я уже договорился на да, если бы уже была дата, если бы это было завтра, и я бы отказался, то я бы поставил бы крест на своей актерской профессии. Ну, понятное дело, что костин директоров не один в стране, да, но информация, вот эти блэк-листы, они существуют, и, ну, то есть, не то, чтобы они прям как физически существуют, мы просто, кастинг директоров не очень много, и рынок очень не узкий, на самом деле, и засветившись один раз, ты скажешь, ой, нет, с ним не связывайся, это какой-то ебанько, он откажется на завтрашний день, и более того, я тебе хочу сказать, что на все кастинги, на которые, когда у меня прошло какое-то определенное количество времени в осознании того, что меня на работе обманули, и что, в принципе, я сам мог не спрашивать никакого разрешения, потому что я заплачу налоги с этой рекламы, это будет официальная работа по договору, я заплачу с нее налоги, так кого я обманываю, почему я не могу сняться в рекламе параллельно с работой, какая-то хуйня, во-первых, когда я понял, что меня обманули, и потом, когда я понял, что я, в принципе, мог сказать, что меня сняли два года назад, сейчас реклама только вышла, но я не хотел врать, опять-таки, но я имею в виду, что я мог, такая ситуация могла быть тоже, и что меня обуволили с работы, за то, что у меня вышла фотосессия, и висит на каждом билборде с брендом МТС, и парадокс был в том, что выбрали настолько похожего парня на меня, что мне казалось, что он не похож на меня, честно скажу, мне казалось, что он абсолютно на меня не похож, реклама была такая, там стоял парень, у него была челка такая, дыбом, у меня когда были короче волосы, у меня дыбом становились волосы, и у него вот так вот стоял с двумя пальцами, там какой-то был тариф про двойку, по-моему, и между этими двумя пальцами была молния, кстати, вот молния, ну, другая молния, да, и я сейчас не выдумываю, я клянусь, у меня здесь друзья, которые могут это подтвердить, я ходил по городу, гулял, и мне проходящие люди вот делали вот так вот, и я каждый, они как будто бы каждый раз мне напоминают, а этот билборд еще висел, ну, просто на каждом столбе, на каждом столбе просто была эта реклама, она реально была на каждом столбе, и когда люди проходили, во-первых, я это везде видел, мне это напоминало о том, что я, блядь, прошел кастинг, но отказался, и что сейчас будет дальше со мной, непонятно, так еще и люди на меня думают, что это я, как будто бы, ну, вот, прям настолько это было все мое, да, а еще очень важный момент того, что на тот момент мне казалось, что вообще мне для меня абсолютно не важен гонорар за эту рекламу, и это была, наверное, одна из ключевых, наверное, стратегических ошибок, в принципе, в моей жизни, и я сразу хочу сказать, что всем тем людям, которые считают, что там искусство, что вот искусство и деньги, какое искусство брать деньги, как это же мы создаем искусство, на самом деле, в карьере актера, и я об этом тоже чуть впоследствии коснусь, очень важно, ну, то есть, съемка в рекламе, в коммерческом проекте, она не может быть без денег, просто потому, что эта реклама, ну, то есть, если ты думаешь, что эта реклама выйдет, и там хотя бы даст тебе какой-то пуш, ни хрена реклама никакого пуша тебе не дает. Я это говорю, как человек, который неоднократно снимался бесплатно в рекламе, в разного рода медийности, всем похуй, на самом деле, не дает она ничего в этой медийности тебе, то есть, это твоим друзьям, твоей маме, твоим коллегам, твоим, еще раз говорю, друзьям, девушке, парню, они порадуются, что тебя показали, но с точки зрения там бизнеса, то есть, то, что тебя там, грубо говоря, какой-то кастинг-директор увидит, благодаря этой рекламе, начнет звать, приглашать куда-то другие проекты, нет, этого не будет, я тебе сразу это говорю, запомни это раз и навсегда. То, что ты снимешься бесплатно, кроме того, что ты получишь какой-то опыт, ты можешь понимать, что ты можешь получить только какой-то опыт, или какие-то деньги, больше ты, каких-то, ну там, или если ты начинающий, совсем начинающий, тебе реально там, ты в себя не веришь, тебе нужно самому себе доказать, что у тебя, тебе нужно портфолио, ну или ты реально просто хочешь побывать на площадке и узнать, как это вообще происходит, ты можешь соглашаться на бесплатные проекты, но надеяться под этим бесплатным проектом, то, что тебя начнут приглашать, благодаря этому бесплатному проекту, какую-то рекламу, ну типа тебя заметят и начнут куда-то приглашать, нет, этого не будет, я тебе говорю это, ну то есть, если ты хочешь получить опыт, да, контракты новые, нет, я не знаю ни одного человека, ни одного, и в том числе и я, вся моя жизнь, этому прямое подтверждение, когда я, когда я, ну то есть, ни одна бесплатная реклама не дала мне никакого, не дала мне никакого контракта, поэтому имей это в виду, сниматься в рекламе за, если ты хочешь сниматься в рекламе без гонорара, то аргументация может быть только получение опыта, либо свои какие-то личные выгоды, я не знаю какие, ну я говорю еще раз, если тебе нужно создать шоу-рил, ты в себя не веришь, и вот благодаря этому шоу-рилу тебе будет проще самому в себя поверить, тогда да. Это такой у нас, наверное, один из, ну это не первый уже инсайт, я достаточно много рассказал на эту тему, да. Смотри, что хочу тебе сказать, давай про про новичка, как это работает, говорят, новичкам везет, и действительно так и есть, когда, я сейчас вот скажу, что после того, когда я осознал, что я мог поучаствовать в этой рекламе, я отказался от нее в принципе зря, через несколько месяцев я начал ходить на кастинги, но все время ходил на них с чувством вины, с чувством того, что все теперь знают, что я отказался от рекламы, это, конечно, не прибавляло мне никакой уверенности в себе, я не мог этого забыть, и я все время переживал, что все смотрят сейчас, знают, что это вот тот самый чувак, который отказался от кастинга, от которого выбрали на роли, он отказался, я сейчас не шучу, я реально так думал, я несколько лет так ходил, я думал, что меня не выбирают в рекламу, потому что я тогда отказался, я думаю, что это было связано совсем с другими причинами, и эти причины я озвучу чуть позже. потом я уехал несколько лет в Москву, там практически не ходил ни на какие кастинги, и когда я приехал в семнадцатом году, слышишь меня? В семнадцатом году, то есть я в десятом году начал ходить на кастинги, меня выбрали один раз, потом не выбирали, не выбирали, не выбирали, не выбирали, не выбирали, не выбирали. Я уехал в Москву, я сделал свой музыкальный проект, я пою, я автор и исполнитель, у меня на канале много моей музыки, послушай, да, если хочешь. В общем, я сделал свой собственный музыкальный проект, уже сам начал себе как режиссер и как артист сниматься, снимать себе эти клипы, потому что я испытывал необходимость, меня никуда не берут, я хотел, хотел работать в кадре, и меня никуда не брали, я начал клипы эти сам себе снимать, сам в них сниматься, чтобы хоть как-то что-то, что-то произошло. И потом в семнадцатом году я приехал из Москвы, пошел на первый кастинг в Минске, и меня сразу же выбрали. Как я себе это объясняю и как я это вижу по индустрии? Как я уже говорил, в Беларуси, в частности в Минске, рынок очень узкий, я уж не знаю, из какого ты города. Где ты подаешься, но правда, индустрия, она вроде как широкая, но при этом очень узкая. И я еще об этом коснусь далее. Но, когда приходит новый человек, обычно ходят одни и те же все люди на кастинге, да. А рекламный бизнес работает таким образом, что если тебя выбрали недавно в одну рекламу, то скорее всего тебя в другую рекламу не выберут. Ну вот, по моему опыту так происходит, потому что это тоже вот, если ты думаешь о том, что сейчас посыпятся деньги, ты будешь бездонно сниматься во всех роликах подряд, то я тебе хочу сразу предупредить, что если ты снимешься у большого бренда за какой-то плюс-минус весомый гонорар, то потом есть большая вероятность того, что ты не будешь сниматься еще долго вообще нигде. Ну, либо в каких-то там креативах, мелких рекламах. Я сейчас говорю исключительно про свой опыт, да. Если у тебя есть другая информация на этот счет, если у тебя есть другие инсайты, другие люди, поделись ей в комментариях, я с удовольствием тебя послушаю. В моей жизни это работает так. Меня выбрали на контракт, например, в МТС, заплатили гонорар и все. И ближайшие несколько месяцев мне говорят, что предлагаю посмотреть эту рекламу, чтобы ты понимал, о чем идет речь, да. Вот вместе с тобой и обсудим заодно. Так. Это мой канал. Посмотрим рекламу. Ой, окей, с CMPH. Пускай зайдем еще раз. Вот нам и понадобился наш ScreenLive формат. Да. Надеюсь, что за авторские права у меня этот ролик не снимут. Так, сейчас мы проверим, когда я заливал этот ролик, не обратились ли по авторским правам, потому что я не хочу отдавать монетизацию с этого ролика полностью МТС. Так, нет, ограничений нет, так что смотрим этот ролик. Вместе смотрим. Ой, звука нет. Сейчас мы вернем звук. А где звук? Вот. Тут вот свежий ролик. Ай-яй-яй, Курасон, вот это предложение для тебя, будто сон. Три-ху! Специальное предложение! Ну вот, такой вот 15-секундный, ой, 25-секундный ролик. Не знаю, может быть, есть версия длиннее. Ну, в смысле, я думаю, что она вряд ли, скорее короче. Так, где я? Вот я. Приветики. Меня пригласили сниматься в этом ролике. Там нет моего лица. Давай чест, по-честному. Если бы я не сказал, что там снимаюсь я, то навряд ли бы ты подумал, увидел бы этот ролик по телеку. И такая, а, ну это Сергей Ульянов, точно. Да. Уже после такого ролика, уже несколько кастингов МТС подряд, несмотря на то, что моя роль, я подхожу по типажу, возраст, ну, то есть, референсы, да, фотографии, по которым я подхожу, меня не берут больше в эту рекламу. Если бы, ну, то есть, гонорар за эту рекламу был, я думаю, что я не имею права его озвучивать. Ну, и озвучивать мне, честно говоря, было бы достаточно стыдно. Потому что это, ну, при том, что этот ролик, ну, то есть, показывали там везде, и в том числе и на всяких там сайтах для бесплатного просмотра сериалов, моё лицо, ну, то есть, в смысле, мне все мои коллеги по работе, все знали, что я в этой рекламе снимаюсь, и все мне говорили там, ой, ну там, наверное, миллионер просто. Ну, то есть, мне реально прям даже, если бы я даже мог называть эти суммы, это, ну, просто, вот, стыд, стыд просто, позор. И более того, я говорю, что теперь, мало того, что не другие мобильные операторы, я не могу участвовать там в съёмках, так и МТС меня не приглашает, потому что у тебя там, ты засветился уже в ролике, а каждый ролик нужны новые актёры. Ну, то есть, у меня всегда возникает вопрос, почему тиктокер вчера рекламировал Сбербанк, завтра Тинькофф Банк, и всё в порядке, причём это было вчера, новый бренд уже сегодня, а вот обычный актёр всё уже, в смысле, не то, что обычный, профессиональный актёр, профессиональный актёр, а не тиктокер, всё снялся один раз, и уже, как бы, да, один раз и пидорас уже получается, всё уже три года, я сейчас это говорю абсолютно без иронии какой-то, то есть, мне на самом деле, это какая-то такая, какой-то парадокс, который я на сегодняшний день просто не могу понять, почему, снявшись в одном ролике за сумму, которая не покрывает, я не знаю, 10% моей месячной заработной платы, при том, что мне ещё нужно было на работе брать выходной день, да, для того, чтобы сняться в этой рекламе, то есть, соответственно, я уже там часть своего гонорара отдаю за то, чтобы сниматься там, да, ну, с другой стороны, меня никто не заставлял, я всегда могу отказаться, правильно, да, но я имею в виду, что только благодаря этому кейсу, мне же никто не расскажет, что потом три года тебя ещё не будет больше никуда приглашать в рекламу этого бренда, потому что, цитата, у тебя слишком была яркая роль, ну, вот, прям, ну, слишком яркая, я понимаю, что ролик смешной и, правда, забавный, но если... понятное дело, что тут никогда... ну, если... если не сказать, что... никто никогда не узнает, что это был я или не я, да, абсолютно это, по-моему, понятно всем. Но, окей, это тебе тоже нужно понимать, что это очень нестабильная ниша, очень... 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 нужно просто любить то, чем ты занимаешься и иметь возможность преодолевать все вот эти... все вот эти сложности и невзгоды. Так вот, я оторвался от темы, почему, собственно, нового человека с первого кастинга часто берут. И здесь абсолютно не играет роль, есть у тебя образование или нет, потому что рынок узкий, и вот я привёл эту историю с МТС, всё, я теперь не могу сниматься в роликах других брендов, пока не стану блогером-миллионником, видимо, как только у тебя появляется... как только ты начинаешь стоить в несколько миллион раз больше, ну, не миллион, может быть, тысяч раз больше, да, если всё-таки умножать гонорар на тысячи, получится миллионы, да? Надеюсь, я всё правильно сказал. В общем, ты понимаешь, о чём я говорю, да? Чтобы быть во много раз дороже, нужно, видимо, стать блогером-миллионником и сразу всем становится всё равно, что ты рекламировал вчера, и даже если это были нелегальные ставки или онлайн-казино. Так вот, ну, так это работает, я это так вижу, когда у тебя есть образование и ты снялся в одном ролике, всё, да? Так вот, если ты это дело не любишь, если ты думаешь, что это лёгкий способ поднять бабла, то вот я тебе сразу рассказываю, это не так, ты не сможешь поднять бабла и потратишь очень много времени. Что ж, и теперь, наконец-то, мы можем... Да, и вот поэтому, поэтому новичкам, людям с незамыленным лицом, которые не снимались вчера в такой же яркой роли, как я, да, которых не запомнили настолько, что ближайших три года им нельзя нигде сниматься, поэтому новых актёров, когда они приходят, любитель ли ты, профессиональный актёр, часто берут сразу с первого кастинга, просто потому что, ну, да, если ты подходишь, понятное дело, под типаж, да, если ты пришёл на нужный кастинг, часто бывает, что действительно, если ты прочитал условия, да, и понимаешь, что ты подходишь, то по общим признакам, то скорее всего тебя выберут. И что важно, что в этом, что вы в этом рассказе, я же не просто так рассказывал столько времени, про все, про сколько лет я получал это образование, потому что ты можешь прийти на кастинг, абсолютно не имея никакого образования и просто его пройти, да, то, что мне запрещалось несколько лет, там, да, с 2002 по 2010 год, то, что мне запрещалось, человек может просто прийти на кастинг, не имея никакого образования, не зная никакой системы Саниславского, а просто которому нравится что-то там, позировать как-то, нравится снимать селфи, нравится снимать тик-токи, нравится просто, он чувствует себя уверенно в кадре, этот человек может спокойно снять, вполне себе пройти кастинг. Честно, ну, я сейчас не буду преуменьшать, не буду преуменьшать заслуги образования, все равно, конечно, какие-то, ну, там, какие-то актерские данные, конечно, должны быть, но другое дело, что кто судит эти актерские данные, это другой совершенно вопрос, и все зависит от режиссера, от проекта, от роли твоей в этом проекте. Если тебе там, если реклама построена на том, что ты должен стоять как столб, и вокруг тебя при этом происходит там миллион событий, и при этом ты главный, все равно главная роль, но тебе при этом нужно делать ноль, никаких эмоций не показывать, такие роли тоже есть, для них действительно просто стоять как столб, ну, можно, не имея никаких образований, спокойно выполнить эту функцию, так что это одновременно и хорошая новость, то, что человек без образования вполне может пройти любой кастинг, и при этом не очень в том плане, что пройдя один кастинг, ты потом опять можешь оказаться на много лет персоной нон-грата, но это тебе никто не может предсказать, это нужно только пробовать. Столько кастингов, просто сколько кастингов проходил я, при этом полностью совпадая по типажу, по задаче, и не проходя при этом даже до встречи с режиссером, ну, я уж могу точно как-то о чем-то досудить. Что ж, теперь давай все-таки, раз уж я сделал такую достаточно большую вводную часть, давай перейдем, собственно, как проходить эти кастинги, что вообще, как эта система работает, и что нужно делать. Давай так, как это устроено? Есть клиент, любой бренд, да, какой угодно, представим, любой, какой тебе нравится бренд, возьмем сейчас. Представь, что там свой любимый бренд, не знаю, пускай у меня будет, ну, я уже начал говорить про, какая будет Баленсиага, почему нет? У меня нет ничего из Баленсиаги, я бы хотел. И лицом стать Баленсиаги я бы тоже не против. Этот бренд, мне кажется, совпадает со мной абсолютно. Я уж не знаю, какие у него там ценности прописаны в их брендбуке, но с точки зрения эмоций, это точно подходящий для меня бренд. Вот, допустим, Баленсиага, да? У них есть задача снять рекламный ролик. В основном, то есть, задачи приходят из головного офиса, в отдел, например, маркетинга, и там есть вот менеджер, которым вот в частности являлся я как маркетолог, да, как вот есть я, Сергей Ульянов, актер, вот есть я, Сергей Ульянов, маркетолог, который работает в банке условно, да? Ну, вот я буду периодически проводить параллели со своим банком, потому что я в нем работал, и я могу рассказывать, как это происходит. Это так работает, в принципе, в большинстве компаний. Вот ты сотрудник отдела маркетинга, и у тебя есть задача снять рекламу. С этой задачи, скорее всего, ты обратишься в рекламное агентство, хотя бы потому что… Почему? Потому что это компания, которая генерирует креатив, это их работа – придумывать креатив. То есть иногда компания внутри, внутри компания придумывает креатив, свой собственный, какие-то сценарии, и отдает уже готовые идеи агентству, чтобы оно их воплощало. Прошу прощения. А иногда изначально приходит к агентству, и агентство предлагает какую-то концепцию, обычно не одну, обычно их несколько, иногда агентств бывает несколько, бывает конкурс между агентствами, или тендер вообще, где выбирается идея и смета, агентство вместе со своей идеей предлагает сразу смету, кто это будет делать, сколько это будет стоить, с этим режиссером это будет стоить, с этим сколько это будет стоить. Вот мы под этот проект видим таких-то режиссеров. И потом выбирается одна, после этого конкурса или тендера, выбирается одно агентство, выбирается одна идея, в конечном счете одна, И выбирается бюджет, и впоследствии выбирается режиссер, который эту идею воплощает. Вот, например, как в случае с МТС, придумана была идея про то, что есть какой-то чувак, который впаривает парашютисту новый тарифный план от МТС. Смешная такая вот идея, веселый запоминающийся ролик. И еще такая самоирония, да, это тоже вполне себе очень-очень-очень свежо, очень смело, и это классно. Я ценю такой креатив, конечно, я думаю, что МТС абсолютно до пизды, ценю я этот креатив или нет, но мне ролик понравился, в котором я снялся, так бывает не всегда. Это тоже отдельная тема, я ее коснусь. В общем, и вот, наконец-то, определился режиссер, точнее, определился сценарий, определился, есть съемочная группа, есть режиссер. Обычно съемочная группа и режиссер – это не вместе, не совместный проект. Иногда режиссер вообще могут пригласиться с другой стороны, так как всю съемочную группу, с которой обычно работает этот режиссер, не тянут. Вот обычно какая-то собирается своя местная съемочная группа, и режиссер уже вместе с этой съемочной группой снимает ролик. И потом есть такой человек, как кастинг-директор. Это тот человек, которому условно режиссер говорит, вот у меня есть сценарий, мне нужны вот такие-то актеры, я их представляю так-то, так-то, сяк-то. Он дает какой-то референс, референс – это равно пример, да, какой-то дает пример в профессиональном жаргоне референс. Кастинг-директор условно какие-то находит, не знаю, в поисковике картиночки, говорит, мне нужен там блондин голубоглазый, плюс-минус 30-35 лет на роль там парашютиста. Ну, условно, да, почему блондин голубоглазый, вот так он решил. Может быть вообще, может быть неважно, какой цвет волос и длина, есть возраст только, или там важно, чтобы там был такой-то навык, не знаю, умение прыгать с реальным парашютом, например. И там, и вторая роль вот такая-то, нужен человек, который будет в сомбреро, там, вот подходящий под мексиканскую тематику, типаж лица. Вот мы ему еще приклеим усы, или может у него свои есть какие-то смешные усы. Вот мы сделаем такого вот, вот нам нужны две такие вот роли условно, да. И кастинг-директор получает вот такое задание, да, и у него есть, во-первых, опыт уже свой. Кто такой кастинг-директор? Это человек, который предоставляет режиссеру по итогу презентацию, в которой будет там несколько вариантов людей на эту роль. Да, и обычный, и режиссер, и обычный клиент. Или сначала режиссер, режиссер из этого списка выбирает там условно три или четыре варианта актера, а потом из этих трех или четырех вариантов актера выбирает уже клиент какой-то, какой ему понравился. И тут клиент может сказать мне, слушайте, давайте режиссер, мне все четыре актера нравятся, выберите сами. Или банк может сказать, ну, в смысле, или там бренд, или МТС, в данном случае, может сказать, вот эти трое точно нет, это точно да. И тогда режиссер говорит, ну, мне все четыре понравились, окей. Или там, ну, короче, разные ситуации, понимаешь, да? То есть есть задача, и кастинг-директор это тот человек, который предоставляет режиссеру, в конечном счете, того человека, которого режиссер хочет видеть. Как это работает дальше? У кастинг-директора есть своя база уже существующая людей. Я сейчас расскажу, как она, эта база, получается. Да, есть свое агентство иногда уже готовое. И есть в социальной сети, сейчас очень много подобного, сейчас есть в социальной сети, чаты в Телеграме, где агент может, если он не, например, как это работает сразу, как это сразу работает? Присходит тебе запрос от режиссера, ты сразу находишь, вот, ты кастинг-агент. Ты сразу в своей базе находишь подходящих людей под эту роль уже, с которыми ты работал, которых ты знаешь, как они себя реализовали, как они себя ведут, как они работают на площадке. Не только, как они работают как актеры, но как они на площадке себя проявили. Может быть, человек пришел пьяный, опоздал, отравился или грубил всему персоналу, или мешал работать, или постоянно ему что-то не нравилось. Ну, то есть, человек уже имеет опыт работы с конкретным актером, да, и он по каким-то критериям уже подходящей роли может выбрать из своей базы изначально сразу и отправить режиссеру. Вот. Точнее, даже не то, чтобы отправить режиссеру, а пригласить на кастинг. И обычно, либо сразу со своими, то есть, вот, смотри, вот я режиссер, я отправил кастинг-директору, и кастинг-директор уже знает, кого он пригласит сразу. Но при этом кастинг-директор, в свою очередь, тоже хочет перестраховаться. Вдруг никто из тех, кого он знает сам лично, не подойдет. И кастинг-директор может объявить открытый кастинг. Что такое открытый кастинг? Ты, он точно так же размещает в каком-нибудь чате в Телеграм-актерском, или в Фейсбуке, или в Инстаграм, или ВКонтакте, в паблике. В общем, ты сам прекрасно знаешь, где эти кастинги находятся. Если ты не знаешь, есть просто кастинг, берешь кастинг, и находишь эти паблики. Про кастинги или в Телеграме, там, кастинг, не знаю, кастинг Беларусь, например. Как этот чат называется? Сейчас посмотрим. В Беларуси, в Телеграме. Белая. Ну, их не один, конечно. Например, называется кинокастинг РБ. Но это не все кастинги, и в этом чате периодически бывает какой-то спам, или недобросовестные кастинги, или, в общем, это я потом об этом и коснусь, о недобросовестных кастингах. В общем, человек, кастинг-директор может открыть дополнительный кастинг. Соответственно, разместив просто в каком-то паблике объявление, да, и любой человек абсолютно на свете может прислать по требованиям кастинг-директора на первый отбор свои какие-то данные. Надеюсь, тебе стало понятно, каким образом работает кастинг-директор. Что происходит дальше? Ну, то есть, вот, у кастинг-директора есть своя база уже собранная из прошлых кастингов, плюс может появиться новый человек. Чтобы ты понимал, в России это работает несколько иным образом. В Беларуси, например, такого вот железного понятия, что ты вот принадлежишь какому-то агентству, и ты больше никуда из него сниматься не можешь, выходить, в принципе, не существует. Если на один и тот же кастинг несколько агентов, в том числе и то, через которое ты уже работал, подается, то лучше подаваться от того агентства, с которым ты уже работал. То есть, если ты уже снимался в каком-то ролике через одно агентство, то будет странно, если ты придешь на кастинг и скажешь, что ты пришел от другого агентства. Ну, давай сейчас не буду тебя путать. Давай сейчас коснемся другой истории. Значит, ты увидел в этом паблике, что нужен, как я уже сказал выше, парень, 35 лет, голубоглазый блондин. Иногда такой информации нет, просто нужен мужчина, и может быть фотография размещена по типажу. Можем далеко не ходить. Вот сейчас зайдем в какой-нибудь паблик ВКонтакте, через который я периодически нахожу, у меня там стоят уведомления, и я получаю информацию там. Например, вот. Нет, это не то. Вот, видишь, сколько у меня уведомлений. Я подписался на уведомления. Что тут? Детский кастинг. Ну, давай про взрослый какой-нибудь. Сейчас посмотрим, что тут. Запись удалена. Объявляется кастинг на главного героя мобильного масштаба. Вот. Ну, давай вот, например. Объявляется кастинг на главного героя нового масштабного. Сейчас я покажу, открою себя тоже, чтобы было, чтобы можно было, да, и смотреть, и считать. Тик-ток канала. Кого мы ищем? Молодой человек, 18-25 лет, обаятельный, артистичный, харизматичный, смелый, позитивный. Фоток нет, да. Опыт съемок необязателен. Вот. По поводу образования и всего остального. Таланты в музыке, вокале или танцев будут несомненным плюсом. Но опять-таки, если их нет, тут не сказано, что нельзя приходить. Тут написано, напишите нам о себе, о своих целях, планах, мечтах, почему именно вы должны стать звездой Тик-тока. А также присылайте свои видеовизитки, примеры работы, ссылки на соцсети и контактный номер телефона на электронную почту. Не совсем стандартное объявление. Я думаю, что сейчас пока рановато его разбирать. Предлагаю разобрать какое-то более базовое. Здесь нужна какая-то творческая история. Обычно никакие творческие истории никому не нужны. Давай мы выберем какой-нибудь реальный кастинг, чтобы все-таки это было предметно. Я хочу, чтобы это было максимально предметно. Здесь набирают актеров масс... Блин, давайте другое какое-нибудь объявление, чтобы это были опять-таки тоже не актеры массовых сцен, чтобы это была главная роль. Так, это тоже не то. Два ребенка. Так, ну здесь все очень конкретно. Да, ну в принципе это объявление подходит, но хочется мне подобрать какого-то взрослого, чтобы я сам на эту роль условно подходил, например. Если нет, то вернемся сейчас к детям. Я все-таки... Нет, я не смогу одновременно и себя показывать и нажимать. Так. Ну-ка. Так, так, так. Давай, если... Ну... Я сейчас не просто так листаю. Хочется, чтобы пример был достойный и доступный и понятный для всех. Так. Потому что выбор роли максимально подходящий и понятный для взрослого человека. Ну и для ребенка тоже. Это понимание, как работает этот отбор, максимально важно. Так. Это все кинокастинги, это все не совсем то же самое. Кастинг, большой кастинг. Давай вот. Вот. Да? Но опять-таки здесь нет фотографии. То же, что этим, конечно, может быть здесь просто размытая задача. Обычно есть еще с этим вот рекламным роликом описание. Ну давай посмотрим. Вот я, например, сюда подхожу. Допустим, представим. Значит, вот мы видим объявление, да. Кастинг, большой кастинг, когда? 08.02.2022. Где? Город Минск. Кто? Харизматичный мужчина. Средний игровой возраст, 30-50 лет. Игровой, обращаем внимание на это слово. Игровой. Очень харизматичный приветствуются разные типажи. Ну вот здесь вот поэтому и фоток нет, потому что разные типажи приветствуются, да. Тут не сказано, это главная роль или не главная. Это вот женщина-покупательница, женщина 25-40 лет, среднее телосложение, немодельная внешность. Это хорошо, но не хватает, конечно, референсов. Иногда они бывают. Покупатель, мужчина 25-40 лет, ну это название роли, харизматичный мужчина, покупатель, ну это же роль такая харизматичный мужчина. Ну окей, такая роль. Значит, покупатель, мужчина 25-40 лет, среднее телосложение, немодельная внешность. Ну, в принципе, хоть какое-то доописание, да. Обычно, ну и вот харизматичная продавщица пирожков. Ну, кто-то себе представляет, как-то смелая, не боится хамить, дерзить, шутить. Вот здесь хоть как-то написано, да. Что нужно? Важно. Отбор по самопробам пришлем. Что пришлем? Видимо, забыли удалить это слово или что. Наверное, сценарий пришлем, если пройдешь отбор. Гонорар предусмотрен, рассматриваются актеры из Белоруссии. Ну, то есть из других городов, наверное, не рассматривается. Не знаю, что имеется в виду. Из других стран, в смысле. Что нужно? ФИО, контактный номер телефона, возраст, рост, фотографии, пару актуальных, портрет, полный рост, визитка, самопроба. Желающий предложить свою кандидатуру, пишем в Телеграм. Сейчас вот часто нужно пробу вообще отправлять в Телеграм. Раньше это был какой-то либо имейл, либо там какие-то нужно было под этим постом написать. Вот что-то вот так, типа, здесь фотки свои запостить. Но мне это, конечно, не нравилось, вот эти открытые. Когда ты постишь свою фотографию, свою личную информацию, с одной стороны, кто-то скажет, что ты боишься. Но для меня всегда, ну, почему-то это всегда был какой-то стоп. Обычно, давайте вот разбирать конкретный пример. Вот у нас есть объявление. Что нам с ним делать? Так, давай я сейчас оторвусь на 30 секунд, пока можешь посмотреть мои рекламные ролики, чтобы посмотреть моё портфолио. О, давай посмотрим мой шоурилл актерский. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хоть перекусил немножко, а то просто нет сил никаких, прошу прощения. Очень хотелось что-то хотя бы закинуть в рот, чтобы продолжать эту историю. Так вот, посмотрели вы шоурилл, рассказываю, да? Вот у нас есть образец этого. Вот я, да, условно начинающий, не знаю, что делать. Актер, мы уже выяснили, что образование нам не даёт никакой информации, что нам делать с этим объявлением, никуя не понятно, да? Я вот актёр, хочу податься, закончил режиссёрское образование, что, блядь, делать? Написано, фио, контактный номер телефона, рост, возраст, фотография. Сейчас сразу дам несколько вводных. Во-первых, то, что касается рост-возраст. Не всегда пишут, не всегда просят, уточняют возраст, рост. Его нужно указывать тогда, когда его просят. Что касается возраста. Вот этот вопрос меня лично всегда касался очень сильно и волновал, потому что я, ну, согласись, я не выражу на 34 года. И более того, с возрастом, ну, то есть, когда ты актёр, вот, закончил, да, актёрский, много лет ходишь на кастинги, ты сам не замечаешь, как ты меняешься. Это очень часто происходит, ты не осознаёшь, что ты изменился. Ты не понимаешь, на какой возраст ты выглядишь, ты не знаешь. Вчера я встретил там человека, мне сказали, что я выгляжу, что мне 23 не дашь. Через неделю я встретил человека, мне сказали, что я думал, что тебе 18. На другой день ты встретил человека, и тебе говорят, что 20, ну, в лучшем случае тебе 28. Ну, это в лучшем случае. И ты вот ходишь с этой информацией, блядь, так мне 18, или 28, или 22. Ну, то есть, я сейчас не набиваю себе цену, не понтуюсь. Я хочу, чтобы ты понимал, это реально для меня пиздец, какая проблема. Я не знаю, когда я вот вижу вот это объявление. Мужчина, средний игровой возраст 30-50. Я думаю, я выгляжу на 30 лет. Если я там сейчас уберу вот эти волосы, если я сейчас себе сделаю вот такую вот прическу, если я сейчас себе накину какой-то там пиджачок, буду ли я выглядеть на 30 лет? Если я себе еще вот сейчас сбрил бороду, если я ее отращу, буду я? Или это мне кажется, что я выгляжу на 30 лет? Или сейчас, в принципе, тренд... Ты же не знаешь, какой это бренд, да? Когда ты не знаешь, какой это бренд, у него, может быть, политика 30-летний мужчины часто, часто этого не пишут. Ну, то есть, клиент хотел выглядеть 30-летнего мужчина миллениала. Ну, то есть, тот, который в 30 лет выглядит на 20. Да, и ты... И часто, когда эта информация уже доходит до вот этого вот левела, вот до этого объявления, непонятно вообще, какой мужчина нужен. И только ты... То есть, а когда ты еще не знаешь, как это все работает, ты вообще тут закапываешься. Поэтому сразу, как поступаю я в такой ситуации? Кстати, на этот кастинг я не откликался, не было времени. Обычно я на каждый кастинг откликаюсь, который подходит по разным критериям, в том числе, как я написал. Если ты... Тут написано, мужчина, средний игровой возраст, 30-50 лет. Для кастинг-директора иногда можно указывать свой возраст, но в основном сами же кастинг-директора тебе потом говорят, если они тебя приглашат, просят тебя записать, ты отправляешь им какую-то информацию о себе, они тебе говорят, сделай самопробы, или там перезапиши визитку, не говори, сколько тебе лет. Потому что часто у клиента, например, предположим, что я выгляжу на 22, допустим, это такая история, вот мне сказали, что я выгляжу на 22, и кастинг-директор считает, что я выгляжу на 22, и он меня утвердил, и, значит, он... Кастинг-директор меня просит, слушай, ты когда будешь записывать визитку вот сейчас, не говори, сколько тебе лет, ну просто пропустим этот пункт. Потому что клиент может услышать, что я сейчас говорю, мне 34, и он уже все, слышит, что мне 34, и он понимает головой, что я выгляжу типа на 22, например, но все, он уже не может тебя выбрать, в голове запустился механизм, что ты выглядишь на 34, все. Ну то есть... Поэтому часто вот такая нужна... Ну, обманка, не обманка, если... Можешь не указывать свой возраст, можешь прикрепить фотографии, и как человек сам увидит тебя, как он сассоциирует, подходишь ты под эту роль или нет. От того, что ты напишешь, что мне 50, и вышлешь фотографии там, где тебе, как кастинг-директору покажется, что ты вышла на 22, он тебя не выберет. Он тебя не выберет. И вот эти писать, мне 30, но выгляжу на 22, тоже не надо. Пришли фотографии, главное, чтобы они были актуальными. Если ты пришлешь одни фотографии, а придет другой человек на кастинг, ну ты потратишь свое и время, и чужое. Если у тебя были длинные волосы... И вот это вот важный момент мы сейчас обсуждаем, потому что... Как вообще, что вот хотят? Тут фотографии, пару актуальных, портрет в полный рост. Это все очень просто. Видеопробы, визитка, самопробы. Вот. Сейчас мы переходим к самой важной информации. Она актуальна и для онлайн-кастингов, и для физических. Физических кастингов бывает крайне мало в последнее время, но тем не менее они есть, и сейчас эта информация универсальна. Смотри, что делаю... Как делаю я? Как делаю я? Вот. Попросили они... Ну, нужны актуальные данные. Фотографии. С возраста мы определились. Нужны фотографии. Какие, блядь, фотографии? Где мне их взять и что мне делать? Как делал я? Как делаю я? Я делаю обычные селфи на каком-то однородном фоне. Он не обязательно должен быть белый. Но одежда должна быть контрастной, и должны быть понятны черты твоего лица. И как сделал я? Я себе сделал... Например, что я сейчас отправляю, чтобы было вот видно? Сейчас мы возьмем вот мое конкретное объявление. Вот я возьму, открою телеграмчик сейчас, да? Как... Что, собственно, я отправляю? Так. Так. Сергей Ульянов. Вот обычно... Обычно. Я тут просто сейчас найду свое какое-нибудь объявление. Как я это отправляю? Вот. Вот. Здравствуйте, Сергей Ульянов. Сейчас вот я открою в своем окошке, чтобы меня было видно. Здравствуйте, Сергей Ульянов. Профессиональный актер, автор, песен, исполнитель. Коммерческие проекты. Можно... Если у тебя их нет, можно писать актер-любитель. Или там... Просто пропустить. Это всегда преимущество. Мы сейчас про фотографии говорим, это коснемся потом. Вот я себе сделал фотки в торговом центре, мерил рубашку, решил сделать себе... Это селфи. Вот. Мы открываем. Причем, что они говеного качества. Видно, видишь, какие-то складки у меня какие-то... Это свет вот так вот лежит у меня какие-то... Вот. Портрет. Улыбка. Обычно я вот делал несколько эмоций. Типа серьезная, там какая-нибудь вот злость, там опять вот это почти смех. Ну, это типа в полный рост. У меня в полный рост не получилось сделать. Сделал так. У меня это плохо. Надо в полный рост, если просили, надо сделать. Вот. Не самый, чтобы... Вот, и профиль анфас. Да? Вот. Все. То есть, тут у меня сколько, 6-8 фоток. Не обязательно делать их все. Ну, столько. Ну, то есть, да? Тут попросили... Что тут попросили в объявлении? Пара актуальных портретов в полный рост. Ну, как бы обычно просят 2-3 фотографии, да? Тут в зависимости от задачи. Вот я прикрепил... Ну, то есть, улыбка, серьезное фото и какая-нибудь эмоция обычно. Там что там происходит? Удивление, злость и... Да, удивление, злость, смех. Что там еще? Я не помню. Так, мы к этому еще придем. Вот. И плюс я еще параллельно присылаю, там, типа, творческие фото. Вот. Обычно лучше присылать без фотошопа. Вот эта фотка отфотошопленная, вот. Но остальные, вот, я без... Просто присылаю какие-то разные. Вообще лучше без головных уборов. Вот. Типа такую какую-то, да? Вот здесь хотя бы плюс-минус понятно, в каком... Она почти в полный рост. Почти. Вот. Лучше без фильтров, без вот этого всего. Вот. Это не идеальные фотографии. Здесь для роли она подходила какая-то живая, там, нужна была роль. Я уже не помню. Я решил, что я эту фотку тоже отправлю. Она показывает какой-то немножко твой характер, твою уникальность. Вот. Что мне ответили? Добрый день. Было бы интересно с вами поработать. В этом проекте история развивается вокруг, скорее, подростков. Может, в следующий раз. Ну, вот, блядь, мне кажется, что я на роль подростка подхожу. Я, и мне не то, что это кажется, но мне говорят, что там, 18 лет, там, да? Ну, как бы, я вот смотрю на эту фотку, я здесь вижу подростка. Может, кто-то здесь видит мужика, я не знаю. Может, здесь действительно мужик. Напишите в комментах, я не знаю. Ну, то есть, здесь, мне кажется, ну, если сбрить эту бороду, то... Ну, хотя, опять-таки, я же не сбрил ее, я прислал с бородой, соответственно, человек делает... Может быть, я действительно не тяну уже, я хз. Я хз, честно. Может, я фотографии неправильные подобрал. Ну, я всем такие отправляю, кстати. Что тут, например, вот такие я фотки отправлял. Это вот сейчас пробу мы коснемся еще. Так, это я песню отправлял. Вот это пробу я отправлял. Ну, для разных... Вот там просили фриков, там, с татуировками, например. Вот я такие фотки отправлял. Там какие-то с накрашенными веками отправлял. Вот у меня были, просили фриков. Вот... Какие-то такие... Вот, типа, вот такой вот. Когда у меня была такая прическа, я делал вот такой вот портрет, просил, присылал актуальную фотку. Вот это я делал пробы какие-то. Бурьер всегда доставляет пакет в указанное место. Вот, тоже, вот, кстати, интересная история про вот эту пробу. Ну, тоже, это был сериал про... Шел набор на новый сериал про полицейских, про кадетов полицейских. Ну, я не знаю, если ты смотрел сериал или смотрела там «Универ», вот первый сезон, да? Там же все актеры, им под 30, блядь, лет. Но все они играют 17-летних актеров, при том, что там абсолютно видно, что это взрослые люди. И никогда не знаешь, какого студента им надо. Вот здесь подростков они говорят. Я тоже поддавался на роль подростка, вот в этом видео. Типа кадета, там, университета, ну, условно, 18-19 лет. Я там, условно, вчера слышал, что мне дали 18-19 лет. Я отправил заявку на этот кастинг. И мне сказали, что запиши роль, пожалуйста, не на главную роль, а на роль барыги. Вот это то чувство, когда ты хотел быть красавчиком-полицейским, да, в кадре, а тебе сказали, запиши роль, типа, пробы на роль барыги. Ну, и вот я записывал вот такие пробы на роль барыги. Мне прислали текст, и я сделал сразу несколько вот таких видосов, ну, в смысле, такой вот сборный видос по сценарию, сразу на несколько ролей. Вот, смотри, смотри. Курьер всегда доставляет пакеты в указанное место и в точно указанное время. Понятно? Я надеюсь, объяснять не надо, что объекты доставки, пакеты, весьма, посылки, должны быть цельными и запечатанными, и неприкосновенными. Это ясно? Да. Вот вам первое задание. Ну, короче, меня на самом деле даже пригласили на пробы потом, то есть пробы понравились вот эти, меня пригласили на роль, на встречу с режиссером по этой роли, но я заболел ковидом, вот как обычно это происходит, тебя раз в какое-то время выбирают на роль, и обязательно что-нибудь происходит, ты либо заболеваешь, ну, в общем, это такая актерская доля. Я заболел ковидом как раз-таки в этот момент. И я надеялся, что я выздоровлю и успею еще податься, потому что это был фильм, а фильмы иногда там, кастинги проходят за несколько месяцев. В итоге действительно три недели, как бы не было никаких новостей, и ровно вот я написал, я выздоровел, я забрал, типа, выписался, то есть меня выписали из поликлиники, и написали, а мы эту сцену уже вчера сняли. Вот ровно я выписался, и мне говорят, ну, а мы эту сцену уже сняли вчера. Да? Что-то мне не нравится, какой-то свет какой-то, я блещу, что-то как-то. Мне не нравится. Какие бледные как-то там, что-то. Ну, ладно. Короче, ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да? Сейчас мы коснемся визитки. Я сразу покажу, как снимать визитку. Ты видишь, здесь ничего особенного, я просто стал на фоне квартиры, да, стал на более-менее контрастном фоне, да, стал около окна, чтобы меня хорошо освещал дневной свет, в отличие от того света, который у меня сейчас, вот этот вот, да, верхний, да, который вот мне все круги под глазами подсвечивает, потому что сверху. Вот этот свет плохой для проб, конечно. А нормальный свет для проб был бы дневной, вот как вот на этом видео, которое сбоку и рядом со мной. Так вот. Было бы круто ставить вот перед окном, перед открытым светом, и сейчас я покажу пример своей визитки, которую я отправляю в разном. Тут она, по-моему, тоже сейчас есть. Вот. Это старенькая, есть новенькая, ну, как бы, вот то, что под рукой. Здравствуйте, меня зовут Сергей Ульянов, мне 33 года, я профессиональный актер, окончил Белорусский инвестиционный университет культуры и искусств, снимался для таких брендов, как Альфа-Банк, Лэйс, Варгейминг, Епам и многих других. Роли были с текстом, и я увлекаюсь созданием песен, музыки, я композитор и исполнитель. Значит, эмоции, грусть. Радость. Удивление. Что? Что? Спасибо за внимание, ну, а дальше мои пробы. Здравствуйте. Так. О, какой смешной стоп-кадр был. Ну, хотя бы перекусил немножко, пока была пауза. Ну, видишь сразу, как лицо совсем другое, другой человек здесь слева, как будто бы это не я, да? И, ну, здесь, понятное дело, прическа другая, но вот за счет этого света, невыигрышного, получается вот такой пиздос. Я, кстати, попробую сейчас выключить свет, может быть, станет интереснее картинка. Ну, для разнообразия, может, пусть побудет и так. Так тоже интересно, да? В общем, ты, в общем, видишь, это достаточно стандартная проба. Конечно, было бы лучше, было бы лучше, если бы я держал телефон не в руке, а поставил его на штативе, ну, или на какой-то подставке и отошел, чтобы это хотя бы был бы вот такой вот ракурс, как здесь, как сейчас. Да, потому что в полный рост у тебя есть, ты пришлешь фотку, там, где ты в полный рост. Вот я, кстати, не прислал ее в снэпах, я уже говорил про это, да? Я не прислал в снэпах фотку в полный рост, давай найдем. Где там он? Ну, вот. Нет, нет, нет. Блин, ну... А, это вот я сюда отправлял, да? Ну, я здесь вот в полный рост нет фотки, да? Ну, поэтому я отправил еще вот в частности эту, которая показывает, какой плюс-минус у меня типаж, да? Ну, и здесь тоже она как бы в полный рост условно, конечно, потому что я, да, в движении. Так вот, и... Конечно, исходя из того, что сейчас ты видишь, да? Я говорю, что было бы круто, все-таки вот сейчас мы вернемся рядышком, чтобы проба эта шла, да? Вот. Чтобы этот ракурс был плюс-минус вот как здесь, как я сейчас сижу. Свет, ты понимаешь, какой? Ты просто представляешься. Нужно представиться и рассказать то, что от тебя попросили. Если в этой визитке от тебя попросили, значит, фио, контактный номер телефона, рост, возраст, то говори это. Если у тебя нет опыта, можно сказать, что опыта нет, но есть большое желание, там, и харизма, и все остальное. Ну, то есть, привет, меня зовут Ваня Пупкин, я... Да почему Ваня Пупкин? Хотя, почему бы и нет? В общем, да, я не профессиональный актер, но очень классно чувствую себя органично в кадре. Мне очень нравится снимать, там, видосы с друзьями, и все. Буквально пару слов, как мы с тобой уже договорились, я не знаю, подхожу ли я по возрасту, я не говорю, какой мне возраст. Если я чувствую, что я, например, по своему внутреннему ощущению чувствую, что я не тяну, вот сейчас мой лук не тянет на 30, то я могу сказать, что мне 34, может быть, это добавит в данном случае какой-то уверенности в этой роли кастинг-директора, чтобы меня предлагать, потому что сейчас тренд мужчины, да, как и девушки, и женщины молодеют, да, сейчас 40, это новые чуть ли не 20. Ну, 30, понятно, 40, это новые 30, но уже чуть ли не 25-20, да, поэтому, можно сказать, это, может быть, добавит уверенности, да, мне в данном случае в этой роли. Потом по поводу одежды. Визитку лучше записывать в какой-то нейтральной одежде, чтобы она... Потому что, вот, например, здесь этот оверсайз, он немножко, вот, он... Вот он по типажу не совсем, чтобы... Серьезного человека в этом оверсайзе сложно представить, но это мне, может быть... Короче, лучше взять какой-то плюс-минус какой-то... Хотя оверсайз это неплохо, в общем-то, да, но я не знаю, сейчас вот мы посмотрим, как это будет с рубашкой. Ну, вот уже посерьезнее, кстати. Вот, например, вот так, да, это уже и не подросток, и не пожилой мужчина. Что-то вот какая-то немножечко добавляет оно чего-то. В общем, выбор одежды для визитки лучше делать какой-то максимально усредненный, да, типа, что-то все белое или все... Ну, если черное, то это должен быть белый фон. Хотя черное, оно часто скрывает какие-то, там, какие-то, там, фигуру, там, да, и фигура важна, да. Короче, одеждой ты всегда можешь подчеркнуть или, наоборот, скрыть какие-то вопросы, связанные со своей фигурой. Поэтому про визитку я рассказал. И что еще обычно всегда в визитке просят эмоции? Это базовая история. Радость, грусть, удивление, злость. Ну да. Да, вот эти четыре эмоции, иногда их прописывают, иногда их прописывают, что должно быть в визитке. То есть это нужно просто запомнить и знать. Я сейчас покажу, какие есть еще визитки в Ютьюбе, чтобы, да, там, актерская визитка. Набираем. Примеров до хрена на самом деле, но ты сейчас увидишь их. Так, вот какой-то один из правил актерской визитки. Они. Ну вот. Я впервые в жизни испытывала вот такое вот, такие чувства, которые никогда в жизни не испытывала. Хотя уже говорила слова. Но, наверное, в этот раз я просто поняла, вот, вот, просто поняла, что это не сказочки и действительно есть такие чувства. Мне привели сообщения от его бывшей девушки, то, что он уже на протяжении полугода тебе изменяет. И вот тогда просто не откусила именно конкретно. Но я буду просто подходить и говорить, что меня сейчас волнует. Ну, короче, это все очень прекрасно. Такие визитки тоже имеют право на существование. Все суперкруто. Если ты обычно при каком-нибудь актерском агентстве, тут у тебя тут вариантов наснимать эти визитки. Вот тут известная актриса, да. Здравствуйте. Меня зовут Капанова Екатерина. Мне 32 года. В 2006 году я закончила театральный институт имени Щукина курс Владимира Поглазова. Сразу после института меня взяли в театр Станиславского. И одновременно утвердили на главную роль в полном метре в «Ожидание чуда», в итоге за которую я получила приз как за лучшую женскую роль. Еще в моем актерском чемоданчике есть такая роль, о которой я хотела бы рассказать. Это сериал «Крем» роль Лизы Чайкиной. Девушка, которая вначале была толстой, закомплексованной барышней, но в итоге превратилась в принцессу. Ну, такая участь у большинства моих героинь. Одна из моих любимых ролей – это роль Софочки в фильме «Жизнь и приключения» Мишки Япончика. Это историческая картина начала 20 века. Режиссер Сергей Гинзбург. Еще одна любимая роль – это тоже историческая роль, роль Аксиньи. Середина 18 века. Рабочее название «Кровавая бариня». Режиссер Егор Анашкин. Из навыков я умею водить автомобиль, умею водить телегу, слона, страуса. И это не шутка. Что же еще? Карету. Хотела бы сыграть в какой-то детской сказке. Еще какую-нибудь волшебницу, но обязательно с волшебной палочкой. Хотела бы сыграть мальчика. И в военной, драматической, патриотической картине. Спасибо, всего доброго. Ну, сразу, правда, расхотелось вообще сниматься в кино. Ну, лично мне. После этой визитки мне сразу расхотелось вообще заниматься этой профессией. Я думал, блядь, где мне вот этот фон найти? Да где мне такую камеру найти? Да где такой свет? Какая же она красивая! Ой, а тут у нее еще и микрофон. А как это мне все это организовать? А где мне это все снять? А тут она еще и во Мхате училась, и Золотого Орла получила, и мечтает снять принцессу, и карету водить, и страусы умеет. Что могу я? Я вообще ничего не могу. Все, я обречен. После таких визиток мне, как актеру, который еще тем более начинающий, все, я понимаю, что я не хочу нигде участвовать. Меня никуда не... Да вот, вон, посмотрите, вон в нее, она будет пускай во всех рекламах сниматься. Куда мне переться-то после такой актрисы-то? Да? Первая мысль. Правильно? У тебя появилось? Нет? У меня да. Если бы я был начинающим актером, тем более без образования, тем более после театральной своей школы, в которой мне сказали, что пока не отучился во Мхате, никуда не имеешь ты права. Ни в какое кино. А она отучилась, отучилась, а потом уже снялась сразу же в главной роли. Все логично, логично. Как мне в школе и рассказывали. Сначала отучилась, а потом пошла сниматься сразу в главной роли, в ожидании, чудо. Все логично. Правильно? Но факт остается фактом, что та визитка, которую показал я, она тоже работает. И для этого нужен только телефон, для этого даже не нужно сниматься во всех этих рекламах, о которых я рассказал. Для этого нужно просто показать себя, показать себя дома, без микрофона, без вождения, кареты. Кстати говоря, про все эти навыки. Если у тебя их не спрашивали, не надо вот этого рассказывать. Не надо. Если ты актер, который снимался в массовке, можно сказать, снимался в массовке, потому что, честно, режиссеру абсолютно до пизды. Это был там телесериал «Сестра, сестра», шестой сезон, 38 серия, или это был... Короче, массовка есть массовка. Я не говорю, что это хорошо или плохо, это просто очень понятно. Ну, то есть, от того, что ты скажешь, что ты в 20 сериалах в массовке снимался, можно сказать, просто в 20 сериалах снимался в массовке, и мне кажется, вот так можно сказать, мне кажется, что это достаточный аргумент для того, чтобы показать, что я очень замотивирован сняться в какой-то другой роли, и вот если ты вот это скажешь, это наоборот режиссеру покажет, что ты... Если ты не будешь перечислять все эти сериалы, а скажешь, я снялся там в трех сериалах, очень много раз в массовке и мечтаю наконец получить свою какую-то большую первую роль. Или, если нигде не снимался, просто сказать, что мне нравится, снимаю тиктоки, а если у тебя есть какая-то аудитория в тиктоке, то всегда можно назвать эти цифры. Но мы сейчас немножечко про начинающих рассказываем. Что я не показал, что я забыл сделать в этой визитке, это часто просят, иногда просят руки, их можно включить сразу, показать руки перед камерой, как они выглядят. Так, по-моему, не надо, так надо. Вот. Да так и так. И еще обычно просят сделать вот такую вещь, встать в этот профиль и повернуться серьезно. и стать другой профи и улыбнуться. Вот это я забыл сделать. И, в принципе, вот эта штучка, она является классическим. то, что вот было в моей визитке, эмоции. так, да, представление и, и вот, значит, повороты, повороты и руки. Вот это классика. Как ты это сделаешь? Главное, чтобы тебя было видно, нужно не переживать на этот счет и все будет, все будет классно. Если что-то будет, если что-то будет, если ты понравишься, тебя попросят сделать еще раз пробы, вот. Такие дела. Что еще? Теперь переходим, мы, собственно, представим такую ситуацию, что тебе кастинг-директор говорит, слушай, а запиши, пожалуйста, самопробу. Короче, он тебе отвечает на твои сообщения, обычно там на них ничего не отвечают, либо говорят окей, либо вообще ничего не отвечают. Вот ты прислал, да, и потом тебе говорят, слушай, а запиши, пожалуйста, самопробу, вот как было с этой историей, вот, вот с этой, да, где она, вот. Вот, мне написали, сразу сбросили текст роли, вот, я отправил какую-то пробу, вот, привет, хочу, попросить записать самопробу до вечера, послезавтра, и вот тебе говорят, камера горизонтальная, персонаж мужчина, чтобы было понятно, что он им наркотики дает отнести, и вот текст из, из видео. Все, ура, режиссер тебя ответил, в смысле, тебя ответил кастинг-директор и просит тебя записать самопробу. Кстати, я еще не сказал, в чем преимущество онлайн-визитки, когда ты приходишь оффлайн, и сейчас это уже не совсем, чтобы актуальная тема, но раньше, когда ты приходил на кастинги, я сейчас скажу это перед записью самопроба, почему это важно, когда ты приходишь на оффлайн-кастинги, давай будем говорить и про оффлайн, и про онлайн, мало ли, что сейчас опять тренды сменятся, и нужно будет опять ходить на кастинги онлайн, да, ой, в смысле, оффлайн. Когда ты приходишь на кастинг, существует человеческий определенный фактор. Во-первых, очередь, ты приходишь, уже очередь. Даже если тебя записали на конкретное время, обычно очередь всегда, и в зависимости от проекта иногда бывает, вообще ты приходишь и сразу заходишь, а иногда ты приходишь и 40 человек ждешь, несмотря на то, что у тебя было время, не было его, вот это вот все. И что происходит дальше? Ты усталый, уставший, уже переволновавшийся 200 раз, уже отпустивший ситуацию, уже расслабившийся, уже заходишь в этот кабинет, в эту студию. Обычно это просто студия, студия, где проводят фотосъемки. Если это оффлайн-кастинг, то тебя приглашают просто в фотостудию, рядом с этой фотостудией, коридор обычно, и там сидят люди, сами беседуют, разговаривают, это уже совсем другая история. Короче, как в поликлинику, я не знаю, государственную, ты стоишь в очередь, да, и с тобой, ну и просто можешь не разговаривать, можешь поразговаривать, можешь послушать, что там тебе скажут. Ну, обычно там начинаются истории тех людей, кто уже бывалый, и новички начинают задавать вопросы, а что говорить? Вот все то, что я сейчас рассказываю тебе, они начинают задавать вопросы, и все со своей колокольной начинают говорить там все, что знают про эту. И ты же не знаешь, у кого-то спрашиваешь, у бывалого актёра или у человека, который думает, что он бывалый, или человек, который ни разу не проходил, но хочет быть экспертом. И они там уже говорят, нет, вообще никогда никого не выбирают. Ну, в общем, начинается вливание в уши всякое. Иногда бывает, там уже лежит листочек с ролью, что бывает достаточно редко. Иногда бывает уже лежит листочек с ролью, и ты можешь взять этот листочек и поучиться. Ещё там обычно всегда есть анкета. Ты приходишь на, вот, условно, тебе вот написал, вот мне написал Денис Иванов, приглашаю тебя записать пробы. В другом случае он бы мне сказал, приглашаю тебя на кастинг. Я прихожу на этот кастинг, вот эта очередь, вот лежит кусочек с ролью, например, вот как здесь. Это тоже текст. Или, например, да, и анкета. В этой анкете ты заполняешь обычную информацию себе, всё то же самое, что говоришь в визитке. Есть опыт, там, имя, фамилия, отчество, номер телефона, возраст, опыт съёмок и всё. Ну, то есть, нам обычно спрашивают какие-то проекты за последние три года, вот такое вот. Как я уже вначале говорил, для того, чтобы тебя в ближайшие три года ещё не приглашать, если ты уже снимался в какой-нибудь мобильный оператор. У меня, причём, был такой смешной случай, я сейчас как раз коснусь. Мне поступило предложение, значит, сняться в одной сети торговых центров. Ну, чтобы так, я размыто скажу, чтобы не было понятно, в какой, да. Приглашили сняться в сети торговых центров. Внимание, гонорар был 20 долларов. Ну, то есть, или 30 долларов. Ну, то есть, ну, смешной, смешной гонорар. Обычно, кстати, когда такие гонорары, ещё говорят, приходите в своей одежде. Обычно, да. Серьёзно, без кроме шуток. И условие было, условие было не сниматься у конкурентов. Это прямо было написано сразу с объявлением. Обычно это говорится там, ну, на какой-то финальной уже стадии. Там это было написано сразу. Если ты снимешься в этой рекламе за 20 долларов, или там за 30, ты не можешь сниматься у конкурентов, у других торговых, там, у других торговых сетей 3 года. Я думаю, вы вообще с ума сошли. Я думаю, вы вообще с ума сошли. Ну, то есть, конечно, найдётся человек, который согласится на такие условия. Понятно, да. Но, ну, то есть, ну, я просто говорю про уровень вообще осознанности в этом рынке. То есть, он завтра, ещё раз говорю, закажет рекламу у тиктокера за 30 тысяч долларов, или хотя бы за 3 тысячи долларов, да, за 1,15 секундный тикток. Но тебе он заплатит 30 долларов и скажет, что ты 3 года ещё не можешь сниматься у конкурентов. Хотя к этому тиктокеру придёт на следующий день ещё 20 конкурентов, и все, и тиктокер скажет, что ни хера я ваши документы не буду подписывать. Вот, да. Ну, ладно, вернёмся. Значит, когда ты заходишь уже в этот кабинет усталый или, допустим, сразу, очень важно, конечно, и в чём явное преимущество онлайн кастинга в том, что ты… кто тебя встречает? Там тебя встречает кастинг-директор, тот, которому ты отправлял эту визитку, и его ассистент обычно. Ассистент там что-то записывает, обычно переносит вот эти данные с твоей бумажной анкеты в Excel-овский документик. У некоторых кастинг-директоров нет этой анкеты, ты просто заходишь в этот кабинет и сразу они там быстренько вписывают тебя в Excel, или чтобы не переводить бумагу, да, то же самое, и ты заходишь, да, и иногда бывает такая история, что кастинг-директор, например, в плохом настроении… А, и фотограф, тот, кто тебя фотографирует. Иногда бывает так, что кастинг-директор в плохом настроении или в хорошем, но он сразу видит, что ты не подходишь под эту роль. Ну, то есть, ну, так сложилось, что, может быть, ты… Иногда на кастингах присутствует еще клиент, но это бывает достаточно редко. Ну, то есть, тот человек, это вот тот представитель бренда, там, отдела маркетинга бренда, который заказал эту рекламу. Это бывает достаточно редко, но иногда бывает такое. Или, там, представитель агентства, которая будет снимать, которая предложила эту креативную идею, да, они иногда бывают на самом кастинге. В общем, в зависимости от того, это все абсолютно не важно, кто там, эти люди для нас, нам от них нужно абстрагироваться. В общем, ну, бывает такая история, когда человеческий фактор срабатывает, и кастинг-директор к тебе недоброжелюбно настроен. Ну, такое бывает, такое бывает, и я тебе специально рассказываю каких-то… Иногда бывает все очень классно, наоборот, привет, привет, Серега, проходи. Иногда, там, ты был на одном кастинге, знаешь этого человека один раз, ты сам не запомнил, как зовут этого кастин-директора, а кастин-директор уже помнишь, у тебя зовут Сергей Ульянов, тебе 34 года. Ну, как, как вам это удается вообще запоминать, да? И я говорю, блин, слушай, ну, так классно, так приятно, и ты такой заходишь сразу в хорошем настроении, выдаешь им эту визитку и какие-то пробы там, да? А иногда бывает, на тебя приходят, ты смотрят волчьим взглядом, и ты уже думаешь, что-то с тобой не то, что-то ты сделал, ты, может быть, приходишь, говоришь, здрасте, там… Ну, то есть не без какой-то похабщины какого-то, вот просто дружелюбное приветствие, и на тебя смотрят, как будто ты, я не знаю, ты что-то сделал плохое, ну, то есть зачем-то, да? И ты такой, ну, я не знаю, есть люди, которые могут от этого абстрагироваться, я начинаю думать, что я, может, что-то сделал не то, может, я нагрубил, может, я что-то сказал, может, когда-то там год назад мы встретились в автобусе, и ты меня запомнила, а я тебе там что-то, ну, значит, наступил на ногу и не извинился, ну, как бы, ну, то есть я начинаю себя копать, копать, начинаю, и, короче, в этом самокопании я проебываю кастинг, то есть я начинаю, а, да, да, Сергей, да, ну, снимался, да, ну, то есть это я говорю как человек, который 8 лет получал образование, который прошел ебанистическое количество этих кастингов, и, ну, то есть вот этот вот волчий взгляд, вот этот, все, понимаешь, и ты потерян, если... Очень важная история сейчас, и мы сейчас коснемся. Второе обычно это задание, да, после визитки, иногда просят только визитку, иногда визитку и задание, иногда задание есть, иногда задания нет еще, да, иногда просто выбирают по визитке. Иногда это значит, что, если тебя не попросили сделать задание, а всех остальных попросили, то, скорее всего, значит, что тебя просто сняли, чтобы тебе не говорить сразу нет, может быть, для базы, или чтобы не забыть, или просто для того, чтобы тебе было не неприятно, что ты столько времени простоял в этой очереди, тебя фоткают, все то же самое, как тебе все фотограф говорит, встань так, подними так, сейчас улыбнись, сейчас серьезно, и все. Обычно, обычно, когда тебе присылают задание на кастинг, или просят прийти на кастинг, если задание тебе не прислали, то лучше, конечно, всегда самому уточнять. Ну, это прям, это реально не бояться, и надо спрашивать, что надеть, в чем, есть какие-то рекомендации, пароли, потому что мужчина 30, вот что мы тут читали, давай почитаем вместе. Так, харизматичный мужчина, так. Очень харизматичный, приветствуются разные типажи. Кто он, этот мужчина? Здесь написано, приветствуются разные типажи, может быть, не совсем подходящий пример, здесь, насколько я понимаю, можно приходить как угодно на этот кастинг. Но есть такие кастинги, где понятно, какого мужчину они хотят, то есть это должен быть там отец, или там отец типа с пузиком, или там курьер, ну, то есть какие-то зацепки какие-то конкретные для съемок, да? И поэтому нужно и было бы круче, если бы ты задавал вопрос, или задавала, когда приходишь сразу, точнее, когда тебя приглашают, как нужно выглядеть. Потому что если дома ты там вот снял визитку, переоделся сразу же, да? В другую одежду, sorry, переоделся в другую одежду, и в чем преимущество? Ты можешь эту визитку снимать 200 миллионов раз, да? То есть не понравилось, как снял, переснял. Не понравилось, как снял, переснял. Не понравилось, как снял, переснял. И так 200 миллионов раз. Когда ты приходишь на оффлайн-кастинг, у тебя есть только одна возможность записывать. Ну, максимум две. Ну, это максимум. Обычно, ну, ну, то есть ты можешь, конечно, сказать, давайте перезапишем, но кастинг-директор скажет, ну, не, ну, давай уже, все, спасибо. Не потому, что он скажет, что все понятно, а потому что визитка, на нее не так много нужно ответственности класть. Это просто знакомство. Ну, то есть, по большому счету, вот мое вот это видео, такая длинная визитка. То есть можно посмотреть первые 10 секунд этого видео, там, да, я не знаю, и понять, вот у меня такие черты лица, я разговариваю вот так, да. Ну, то есть задача просто понять, как ты выглядишь в камере, в кадре, да, там, может быть, у тебя роль будет без текста, то, что ты там вот так вот что-нибудь сказал или просто плохо про что-то произнес или у тебя нет опыта, вообще визитка. Ты максимально сделал, забыл, отдал и все. Ну, то есть, я говорю, и преимущество дома, то, что ты можешь перезаписывать миллион раз. От эмоциональных факторов на оффлайн-кастинге ты не избавишься. Теперь, что касается задания, да. Если вводных по заданию нет, то надо их просить, да, либо, если тебе скажут, ну, мы сами не знаем, вот клиент нам ничего не говорит, надо представить самому. То есть, если у тебя роль, блин, я не знаю, если там написано в описании «бизнесмен», я не знаю, да, ну, вот написано «бизнесмен» или здесь вот «харизматичный мужчина», «очень харизматичный». Я не знаю, что они подразумевают под «очень харизматичным». Харизмы настолько разные, да. Для кого-то харизматичный – это, типа, такой полный, веселый такой вот, круглый, милый такой вот, которого хочется обнимать, он только улыбнется, он уже харизматичный. Для кого-то, может, харизматичность – это вот как, ну, похренат Литвинова, я не знаю, какая-то вот такая. Или я вот пытаюсь понять, вот я сейчас говорю, я харизматичный или нет? Ну, очевидно, что да, да, но талия – это харизматичность, которая им нужна. Ну, ты понимаешь, это слишком обширное слово для того, чтобы понять, как себя представить в нем. Так вот, например, если у нас есть описание «бизнесмен», то надо понять для себя примерно, как ты себе представляешь бизнесмена, если у тебя, может быть, загуглить там, давайте вместе погуглим, вот, «бизнесмен». Да? Ну, вот. Ну, то есть, ищут обычно вот такого человека. Ну, то есть, вот, блин, не получается, и я, чтобы был в кадре, и фотки. Ну, понятно, да? И, скорее всего, ну, типаж такой же и плюс-минус типаж и ищут. Соответственно, нужно понимать, что это должна быть какая-то рубашка, какой-то галстук. Если, ну, не галстук, там, пиджак, если пиджака нет, просто, ну, какой-то плюс-минус, как ты себе представляешь. Понятное дело, что сейчас бизнесмены – это тренды другие, что сейчас бизнесмены – это предприниматели в футболках и джинсах. Если ты себе так представляешь бизнесмена, ну, там, я не знаю, да, как сейчас в Силипоновой долине корпорации, там, да, это миллиардеры в футболках и джинсах, да, вот без всей этой вот поебистики вот этих вот, блядь, костюмов, которые как будто бы должны говорить о каком-то, блядь, статусе. Сейчас эти костюмы ни о чем не говорят. Это вот все, вот эти шмотки – это абсолютный пиздеж. Бизнесмен, может быть, может выглядеть абсолютно как угодно. Все зависит от того, какой у него бизнес. Мне кажется, это логично, да, и поэтому, конечно, хочется задавать, задаешь вопрос. Если это бизнесмен, у него, я не знаю, там, ну, то есть, это не бизнесмен, это какой-то банковский клерк, там, не знаю, юрист. Ну, вот юристы так ходят. Бизнесмены, ну, то есть, для меня это какой-то бизнесмен из девяностых еще, в малиновые пиджаке какие-то были. Какие бизнесмены? Это банковский сотрудник, а не бизнесмен. Сейчас бизнесменов нет. Короче, поэтому, конечно, важно, я для чего это говорю? Для того, чтобы, важно понимать, какой типаж от тебя хотят, и задавать эти вопросы. Если этого типажа нет, ну, одеваться как-то, выглядеть так, как считаешь нужным ты сам, как ты себе представляешь. И дальше совпадет или нет. И тут, вот, как раз-таки, речь пойдет сейчас о том, что, о чем я говорил изначально, да? Нужно, если тебе роль прислали дома, в телегу тебе нужно записать дома эти пробы, да, и просто прислать видосик, что просто. Становишься у окна и снимаешь, то есть, я не обязательно, чтобы это была ровно белая стена или что-то, ну, то есть, просто, чтобы ты выделялся от фона, точно отделялся. Вот этих проб моих, которые я отправлял, вот такого характера, было достаточно. Или, например, вот я сейчас покажу другие пробы, которые я снимал, полистаем. Вот, например, тоже проба. Это какой-то вот, подай, тучку. Мне тут сразу три роли надо было отыграть. Спасибо. Ну, это такое, не до ТикТокер. Обычно, вместе со сценарием, точнее, необычно, иногда вот приходят такие видосики, там, где режиссер, например, рассказывает, как он себе видит вот этого героя. Ну, то есть, что тут еще бывает? Вот здесь вот фото в полный рост есть. Это вот моя предыдущая визитка. Видишь, у меня меняется длина волос, мне приходится перезаписывать визитки. Вот здесь вот эмоции, вот удивление, это типа, что-то это, какая-то эмоция. Блин, ну, какая-то, чё? Как она называется? Это сердитый я. Здравствуйте, меня зовут Сергей Ульянов, мне 33 года, я профессиональный актер, окончил Белорусский государственный университет культуры и искусств. Опыт в коммерческих проектах таких брендов, как Lace, AlfaBank, Wargaming, Ipam, Belarus Bank и других. Роли с текстом. Эмоции, радость, грусть, злость, удивление. Вот, здесь я не забыл это сделать. Спасибо за внимание. Ну, здесь я руки не показал, да? В общем, о чём речь? Блин, как-то темно, я, наверное, включу всё-таки свет. Да? Ой, чуть влюбился. Пусть будет свет. Пусть будет свет. Ну, так, мне кажется, по это. Поживее. В общем, обещал я показать разные пробы. Вот я был пополнее, у меня вот такие вот я снимал. Лёдочек, это я выходил на работе, переговорку снимал, на белом фоне вот такие вот. Видишь, как я меняюсь, да? Вот какая форма лица у меня была. Вот, управлял я вот такие вот. Вот это была фотка вместо типа в полный рост. Вот это вот уже я отправлял лук свой под съёмку. Меня попросили прийти в своей одежде. Я вот показывал лук, который у меня есть. Видишь, какой у меня животик был. Да? Пуль. Так, вот. Приходя в магазин Santa, вы выбираете по цвету и аромату. Короче, вот это проба такая вот. Какая тут ещё есть проба? Да, забыл. Я не первый раз, что забываю. Спасибо. Ну, видишь, да? Я прям реально меняюсь, и поэтому приходится перезаписывать. Почему важно? И вот чтобы ты понимал, вот какие я прислал фотки, да? Типа, вот как я выгляжу, да? А потом я прислал, а потом я прислал визитку, а на ней вот такой человек. Здравствуйте, меня зовут Сергей Ульянов. Мне 33 года. Мой рост 172 сантиметра. Я подглядываю. Чем занимаюсь по жизни? Я зарабатываю деньги маркетингом. Я маркетолог, креатор. Придумываю рекламные ролики и рекламные компании. А, в общем, кроме этого, я певец, автор песен и творческий работник в Республике Беларусь. В общем, я бы здесь, наверное, уже выключил. Я окончил Беларусский государственный инвестор. Так, прошу прощения, я жую. В общем, ты видишь, я здесь какой-то вообще не в ресурсе. Абсолютно что-то. Очень волнуюсь каждую праздную. Это, я говорю, этот человек с театральным образованием. Я боюсь говорить, очень большие паузы. Очень переживаю. Сразу видно, что это был год пандемии. 25 ноября. Что съемок не было. Ты за этот год очень сильно отвыкаешь от камеры. И каждый раз тебе, как в первый раз. И я почему говорю, почему важно присылать актуальные фотографии. Потому что прислал вот такие фотки. А на видео человек совершенно другой. Ну, ты видишь, да? И вот этот вот я. И вот тот вот я с этого видео. Это два разных я. И, конечно же, отправив вот такую визитку, рассчитывать. Ну, то есть, придя на кастинг вот таким. Ну, на что можно рассчитывать? На какую можно рассчитывать роль? Ты просто дезинформируешь своего кастинг-директора, который тебя отправляет на пробы. Так, сейчас я хочу показать еще какие-то пробы, которые я делал. Вот, например, там была фотка. Надо было как-то снять. Типа, какая-то была роль хакера. А, программиста. Вот. Я прислал сразу видос с работы. Вот меня на работе подсняли. Я попадался на роль программиста. Ну, по-моему, похоже на программиста. Не выбрали меня, да? Ну, тем не менее, пробы, пробы как пробы. Вот это я периодически присылаю. Там, какие-то свои песни, чтобы напоминать кастинг-директорам, если появится какая-то музыкальная роль о том, что я пою, как я пою. Да? Что тут? Я не в курсе пока. Ну, ладно. И вот еще, например, проба. Надо было чихнуть. Я просто шел по дороге, и не было возможности. Я с одного дела бежал на второе. Сделал просто на бегу вот такой видос, и это тоже нормально. Уж не знаю, реалистично получилось или нет. Ну вот, тут видишь, меня тут слили с одного кастинга. В смысле, отобрали. Выбирали на главную роль, оставили только четырех человек из восьми. И пригласили на массовку, в смысле, и сделали массовку. Ну и так далее. В общем, чем меньше, вот еще какая-то одна визитка. Ну, мы уже не будем их смотреть, эти все визитки. Это вот, например, какой-то просили под роль студента. Я отправил, подумал, что вот похожие для студента фотки по типажу и типа какого-то... А, ботаник там должен был быть. Вот я отправлял такие. Ну, короче, подкастинг, если есть какая-то озвученная роль, то присылаешь так. Присылаешь фотографию, похожую на типаж, который тебя просит. Так вот, значит, дали тебе... Какие рекомендации по оффлайн-кастингу по одежде? Если роль тебе неизвестна, если ты не знаешь, на кого ты будешь пробоваться, если ты там знаешь, условно, бизнесмен и можешь представить себе все, что угодно, да? Как работает это в жизни? Говорят обычно, приходите в чем-то невзрачном, ну, в смысле, максимально таком контрастном, типа, если белый фон, то черное, что-то серое, там, да? Не сливаться, чтобы с фоном ничего яркого, ничего, никаких полосок. Но это все для съемок не подходит, яркие полоски. На кастинг, я уже как человек сам, который проводил кастинги, обращаю внимание, что человек, который приходит иногда в яркой какой-то одежде, ну, он запоминается реально, ну, здесь приходят два человека с классным типажом, но тебе запоминается тот, у которого был в яркой одежде. Это так работает тоже. Ну, я не буду это давать как рекомендацию, чтобы одежда не перекрывала твой типаж тоже. Это твоя все ответственность, все зависит от клиента, от ситуации. И, конечно, если ты знаешь что-то больше об этой роли, если роль достаточно подробно расписана, например, как это делают на портале кастинг. Вот у меня зарегистрировано на портале кастинг.крафт, например. Вот я сейчас покажу, как это здесь сделано. В Беларуси это бывает достаточно редко, поэтому пример будет классный. Вот, например, мужчина 35-50 лет. Здесь очень все классно. Здесь сразу есть фотка, смотрим, да. Вот это, либо Мехков, да, этого артиста зовут, либо, ну, либо вот, жених, да. Роль называется жених, вот сразу фотки типажей. Жалко, что не увеличиваются, но все видно, да. Какого хотят жениха видеть? Может, я, кстати, и подхожу, только вот бороду бы отрастить, и на выходных сбрил. Я не знаю, подхожу я или не подхожу, или я моложава выгляжу. Хуй вы знаете, блядь. Я не знаю. И тут написано достаточно подробно. Значит, посмотреть задание. Визитка, эмоции. Это вот то, что я рассказывал, да. Что еще? Визитка, имя, фамилия, возраст, рост, профиль, правый и левый, ладони. Вот все, что я рассказал, да. Эмоции, удивление. Видите, здесь, видишь, подробнее. Удивление, смущение, заинтересованность, радость, расстройство, печаль, страх, испуг, гнев, возмущение, умиление. Важный, строгий вид. Аж 12 штук. Если ты все не запомнишь, можешь себе выписать на листочек или в монитор подглядывать. То, что ты подглядываешь, никто не умрет. То есть, это не обязательно запоминать наизусть, в какой порядке, в каком порядке это должно происходить. Это все не страшно. Так, что тут пишут? Описание. Хороший кинотеатральный актер. Ну, вот тут любители не подойдут. Тут написано, тут важно, чтобы был опытный актер. Ну, то есть, это нормально. Но таких кастингов минимально. Обычно всем все равно, есть у тебя образование или нет. Значит, мужчина 30-35 лет, внешность европейского типа, житель современного мегаполиса, вызывает симпатию у зрителя. Мне кажется, достаточно подробно расписанный типаж. И тут вот написано, гонорар 60 тысяч минус процент вашего агента. Да, агент получает процент от... Почему существует агентство? Они получают проценты. Иногда бывает кастинг отдают разным агентам. Один агент находит одного главного героя, второй агент находит второго главного героя. Если один агент нашел двух главных героев, он получает, соответственно, свой гонорар. Гонорар от стоимости за двух человек. Если нашел только одного героя, получает только... То есть, в этом заинтересованность агента. Значит, вот в России часто бывает, что оплата только на самозанятых или ЭП. И в основном, если это нормальный гонорар, если это не 20 долларов, то... Хотя бывает иногда и 20 долларов по... Ты заключаешь договор на съемках и получаешь его через месяц. Как начисляют агентству деньги по договору. Потом они обычно не на карточку тебе начисляют, а приглашают тебя в офис, и ты приходишь. Так, ну вот здесь вот тоже достаточно подробно написано. Мужчина 35-50 лет. Щуплый, застенчивый, смешной мужчина, типичный маленький человек. Ну, охуенное же описание. И все подробно. И ты понимаешь, как тебе нужно выглядеть. Вот тебе фоточки подкинули. Вот, пожалуйста, раз-два. Да? И ты понимаешь, что эти 35-50 и вот эти 30-35, вот эти 35 цифра, абсолютно разные люди. Абсолютно разные люди. И если на жениха я еще, как бы, если там что-то уложить, вот это вот все там, немножко вот эту брутальность нарастить, опять-таки надеть другие вещи. Вот сейчас я надену там, не знаю. Биджачок какой-то я тут поднадену. Надену, нет? Сейчас чтобы выстрелить, я не знаю. Да? Условно. Снимаем рубашку, берем пиджак. Ну, как бы тут надо и рубашку менять, да? Ну, попробуем хотя бы на майку накинуть пиджак. Посмотрим, будет какая-то разница или нет. Ну, как бы уже, по-моему, абсолютно заметно, что если я сейчас, ну, вот надену рубашку, я, ну, то есть тут нужен другого типажа, у меня просто под рукой сейчас нет пиджака. Надо искать в сумках. Соответственно, если я сейчас, вот, давай перевоплотимся, прям даже мне самому стало интересно. Получится у меня стать, попадаться на этого героя или нет? Здесь, на этом кастинге, что написано? Один год, РФ, ну, то есть, так, так, так. Часто... А, вот на кастинг-крафте, например, часто пишут, просят этого, как его зовут? Вот, граждан Республики, в смысле, граждан России. Иногда это не важно. Иногда готовы рассматривать из других стран, но там иногда нужно за свои деньги приехать туда. Это, в общем, я почему открыл этот портал? Потому что здесь более подробные, чем в Беларуси, описания ролей, да, соответственно. Ну, жених не в этом пиджаке, конечно, будет, не в клетку. У меня есть нарядные пиджаки, более такие, типа, свадебного типажа. Тут же жених, да, тут же не офис-менеджер, да. Какой-то серьезный нужен, насколько я понимаю, современный, обеспеченный такой, хороший топ-менеджер жених, да. Тут по фоткам все понятно, это, ну, как бы, человек, который может себе позволить прилично одеваться, то есть это определенного рода. Ну, это второстепенно, это террор написано. Внешность европейского типа. Житель современного мегаполиса вызывает симпатию у зрителя. Ну, мне кажется, я симпатию у зрителя вызываю. Житель современного города, я, по-моему, очевидно подхожу на эту роль. Ну, вот, нет, да. Вот пиджак этот совершенно сюда не подходит, и мне кажется, что он даже в каком-то смысле может испортить впечатление, потому что, ну, это не жених какой-то, ну, то есть это жених не тот. То есть это образ, скорее, под какого-то, типа, руководителя, и то с другой прической, то есть это все надо делать по-другому, да. Это не то, что здесь надо. Это не жених. Мне кажется, тут даже проще было бы, да, уже тогда в той майке, в которой я был, как-то она хотя бы больше-минус на вот этот типаж подходит. В общем, надо мне другой пиджак. Ну, мы сейчас не будем этим заниматься, да. Или сейчас я посмотрю быстренько. Нет, это все в сумках, я сейчас не буду его находить. Ну, в общем, ты понимаешь, да, если есть какие-то конкретные вводные пароли, то не надо записывать ее в другом стиле. Ну, то есть если ты можешь предложить какую-то адекватную альтернативу вот этому образу, подходящего под жениха современного, ну, скорее всего, если у тебя есть референсы, сделай так, как там написано. Я вот так сходу этот референс собрать не смог. Соответственно, понимаешь, о чем я говорю, да? Мне кажется, я так подробно рассказываю, что прям, ну, тут уже проще только сделать самому. Мне, кстати, с этой майкой оно, кстати, как-то вот хотя бы чуть-чуть, ну, как-то вот, ну, то есть здесь надо не оверсайз майка, а нужно, чтобы она была, ну, подчеркивала фигуру наоборот. И, да, и талию вырисовывала, и, соответственно, ворот, чтобы был другим, другим, да? Ну, вот под этот же пиджак, если надеть майку вот как здесь, в принципе, даже жених и плюс-минус получает. Хотя все равно это какой-то свидетель или гость на свадьбе, не жених, да? Это все-таки другая тема. Ну, ты понимаешь, да, уже? Хотя бы стало чуть-чуть плюс в эту сторону куда-то. Не знаю, похож ли я, как этого актера зовут? Тор, актер. Давай погуглим. Крис Хемсворд. Да. В общем... Давайте так. Мне кажется, что для первого раза много я всего рассказал. Да? И... И достаточно подробно, 2.20, и если тебе захочется услышать продолжение, если тебе захочется услышать... У меня еще много, много, много кейсов с этим связано. Опять-таки, повторюсь, это, как оказалось, история не на 15 минут, да, как рассказывают все самые умные и классные... Я еще расскажу, как я ходил на съемки в кино, на кинопробы, на... Как я снялся в рекламе с Арнольдом Шварценеггером, не знаю о том, что там будет Арнольд Шварценеггер, и пол... И... Гонорары я просто молчу. Просто... Просто молчу. Как я все-таки... Какая была моя первая роль, как я ездил из Минска в Москву на съемки. В общем, это все огромное количество еще информации, о которой я с тобой хочу... Наверняка тебе будет очень интересно узнать, потому что сейчас я рассказал максимальную базу для того, чтобы ты понимал, вообще, нужно ли тебе образование, что ты можешь делать, не имея образования, и нужно ли тебе его получать, и как ты можешь сам себе не ставить палки в колеса, не слушая чужие установки о том, что ты не можешь там подаваться на кастинге, и вообще самые прошаренные матери своих детей, которые там... Ну, иногда бывают свои амбиции реализовывают через детей, но это уже другой вопрос. Иногда родители замечают в своих детях талант и... и вводят их по кастингам, да, вот с самого и самого детства, и потом им не обязательно уже учиться, потому что человек получает профессию на съемочной площадке. Иногда можно параллельно со съемочной площадкой учиться, да, это уже как каждый сам себе решит. Я не буду... Еще раз скажу, что я не буду... Я считаю, что образование это классно, я точно научился очень многому пока учился, ну, я повторю, в театральной школе, университет культуры и искусств, ноу, ноу. Особенно, если это преподаватели, которым больше 50, я не иджизд, но надо ходить, конечно, на встречи, смотреть на преподавателей, но я уже чувствовал, что будет что-то не так. Я не знаю, на самом деле, на сегодняшний день, зачем я получал это образование, потому что у меня был упор в голове, что оно надо, и что, ну, может, первое мнение ошибочное, и все такое, потому что я, когда я услышал, что одно... Когда я приходил на одну из первых встреч, когда там, вот, перед поступлением, преподаватель сказал, у нас все... что все наши занятия будут на белорусском языке. Для тех, кто не владеет белорусским языком, я скажу, типа, у нас уси занятки будут отбываться только на белорусской море. Заразумело девочки? Он говорит, типа, поняли девочки? Это здесь дело не в том, что девочки, потому что действительно группа на 98% состоит обычно из девочек. Это такая особенность профессии. Парней очень мало, и их всегда, конечно, забирают. Ну, среди парней тоже есть конкуренция, если что. Ты не думаешь, что я так просто пришел и поступил? Ну, не всех парней, которые пришли, взяли. Конечно же. Но все равно, в общем, на процент девочек, парней всегда два от массы общей. И по-белорусски просто будет «дяочинки». Девочки будут на белорусском языке «дяочинки». И вот это то, что я услышал от заведующего кафедры, который говорит, что у нас все будут занятия проходить на белорусском языке, и не знает, как слово будет «девочки» на белорусском языке. Я подумал, ну, начинается. Начинается какая-то дезинформация сейчас. Уже с первой секунды. Это вот прям первое то, что я услышал, когда пришел. Вот эти какие-то... Ну, в общем, не будем мы на этом заострять внимание. Мне сразу там не понравилось, и надо было сразу мне прислушиваться к своим чувствам. Но более того, хочу сказать, что меня после театральной школы не хотели туда брать, в этот университет, потому что они говорили о том, что вам уже дали базу, и нам вас будет нужно будет переучивать. И по факту так и было. И вот с этой базой, конечно, я уже действительно не мог воспринимать адекватно то, что они там преподносят, потому что это казалось на фоне того, что я получил в школе абсолютно... абсолютно каким-то вообще... из другой параллельной вселенной, в которую я не верю, и которая мне не нравится, и это не соответствует. Но еще раз скажу, что моя школа заменила мне высшее образование, и я считаю, что то, что я получил там, я бы этого... Ну, то есть не факт, что я бы вообще какие-то кастинги бы смог пройти, не имея того, что там есть. Потому что, когда у тебя есть роль из текста, и тебе что-то нужно говорить, конечно, нужно, чтобы у тебя была дикция, чтобы ты понимал, каким образом строится речь, как расставляются интенсионные акценты, основы, 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 как минимум, основы актерского мастерства, да, что такое предлагаемые обстоятельства, да, и так далее, и так далее. Это все я в предлагаемых обстоятельствах, и так далее, и так далее. Это все, ну, конечно, очень важно. Другое дело, что без практики, без практики всегда важна практика. Это вот я с этим сталкиваюсь постоянно. У меня есть там знакомый, который учится на туризме, подрабатывает официантом. Я говорю, а почему ты не работаешь в турагентстве, почему ты не работаешь гидом, почему ты не работаешь помощником гида? А меня не берут, потому что нужен опыт работы. Ну, вот это, блядь, стандартная история всегда. Тебе либо нужен опыт работы, либо бесплатно ходи и слушай все, да. Получай этот опыт, оживи, питайся солнечными лучами. Тем более в Беларуси это сложно даже так, потому что солнца бывает очень мало дней в году, да. Если у тебя, конечно, база, есть родители, которые могут тебя поддержать, чтобы ты получал бесплатную какую-то работу, первое хотя бы время, а потом уже имел возможность потом зарабатывать, имея уже тот самый опыт, который им так нужен, там, да, это два года или еще что-нибудь, то лучше, конечно, пойти не официантом, а идти работать по специальности, если такое же будет действительно в туризме, там, например, или еще кем-то. Потому что я точно так же работал веб-дизайнером и маркетологом, пока учился режиссуре и актерскому мастерству и по итогу получил другую профессию. И это, конечно, то, что... Ну, я уже свое прошлое не изменю, и у меня есть только то, что у меня есть, но если бы я знал, я сейчас эту информацию даю тебе, и ты можешь через меня получить определенный... Ну, какой-то, какой-то... Понять, как что-то в этой жизни бывает. Опять-таки, мой опыт, он уникальный, он такой... Такой опыт мог быть только у меня, потому что я такой человек, единственный в своем роде. Поэтому я не могу говорить, что у всех будет точно так же, как у меня, потому что у всех свои обстоятельства жизненные, у всех свой опыт, свои таланты, своя харизма, своя внешность, свои данные от природы, свое окружение. Но, наверное, чем я точно хочу закончить это видео, сказать о том, что если тебя не выбрали на кастинг, даже при всем условии того, что ты вот сделал... принял... предпринял все то, о чем я говорил на протяжении этого видео, то просто знай, что, во-первых, это не говорит о том, что ты не подходишь. Я сейчас... Это не то, что из серии «Верь в себя», это абсолютный факт. Я сейчас говорю не для того, чтобы тебя подбодрить, я говорю тебе правду. Иногда клиент сам не знает, чего он хочет. Иногда режиссер сам не знает, кого он хочет видеть. Иногда он просто видит человека, и он просил совсем другое, он давал совсем другую заявку, иногда он видит другого человека и понимает, блядь, это оно. Все. И он клиенту говорит, вот это будет сниматься этот человек. Или там, например, клиент говорит, блядь, ну вот это вот тот, кто нам нужен, это вот этот вот чел, вот он сто процентов сыграет то, что нам надо. И даже если ты, симпядия волвуи, с миллионом образований, просто клиент выбрал другого, не потому, что ты хуже, или не потому, что ты бесталантливый, или ты плохо что-то прочитал, или ты все сделал классно, но им нужен был другой человек. У них была в голове картинка, как должен выглядеть рекламный ролик, и они выбрали другого человека не потому, что ты с чем-то им не понравился, а потому, что другой человек максимально подходил под их требования. Понимаешь, да? Это очень важная информация. Я почему так говорю? Потому, что я сам много лет думал, что я прокаженный какой-то, что я, наверное, просто, ну, я бездарность. Ну, то есть я окончил, еще раз повторюсь, школу, потом университет, хожу на кастинги, меня не выбирают. Ну, я просто бездарность. Ну, это же очевидно, что я бездарность, имея 8 лет образования, ну, значит, просто я бездарность. На самом деле, я, во-первых, уже шел с таким настроем, да, и был неуверен, у тебя была возможность, да, посмотреть вот эту пробу мою, вот эту я показывал ее, да? Давай, где она? Вот это вот, там, где я еле говорю что-то. Здравствуйте, меня зовут Сергей Ульянов, мне 33 года, мой рост... Я объясню, почему я здесь такой. Я... Я тогда очень сильно набрал на пандемии, за год пандемии, сидя дома, не двигаясь, питаясь постоянно дома хорошенечко тогда. Плюс я еще тогда не был на ПП, вот это все жареное, все сладкое, все, 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 все как мы любим. Я набрал, причем набрал порядка 15 килограмм, это происходило каждый день незаметно-незаметно, и потом, когда ты начинаешь снимать пробы, ты включаешь камеру, и вместо вот такого меня, да, видишь вот такого человека, и ты груст... Ну, я честно говорю, мне было очень грустно. Я... Ну, блядь, я... Я себе не нравлюсь. Хотя я сейчас смотрю, какой-то живой такой прикольный парень, совсем другой человек, совсем другой человек, но тоже прикольный, тоже интересный, тоже свой типаж. Он может быть и таким тоже, но я в голове вижу себя вот таким, как сейчас, а включаю камеру, и вижу вот этого человека, и все, и я потерялся, и я понимаю, что я, наверное, и на роль не подхожу, и я же говорю, я отправил вот эти вот фотки, думая, что я выгляжу так, ну, я реально так думал, что я так выгляжу. А записал вот такие вот пробы, еще эта кофта, я такой вот прям, ну, такой вот прям типаж, да? Не знаю, какой это типаж, типаж кого? Ну, дядя такой какой-то, да? Ну, то есть абсолютно два разных человека, согласись, да? И я открыл, и все, я не уверен в себе, и вот это вот, оно оттуда и идет, что ты не понимаешь, зачем ты пришел. Надо просто, конечно, это большая работа над собой, чтобы даже, имея театральное образование, еще самого себя убедить в том, что ты уже наконец-то стал тем самым профессионалом, про которого они тебе 8 лет говорили, да? Так вот, когда тебя не выбирают, это не значит, что ты бездарность, или что ты какой-то лаймер, лох, просто, просто иди дальше, иди дальше. Еще раз повторяю, это профессия, которая не гарантирует каких-то стабильных заработков, это профессия, которая не гарантирует стабильно, что тебя будут выбирать, эта профессия не гарантирует ничего. И поэтому, если у тебя есть ресурс какой-то, какой-то ресурс, я не знаю, ну, ты сам себе этот ресурс находишь, там, я не знаю, у тебя есть условно, не знаю, ты можешь питаться морковками, не знаю, только морковкой одной, и у тебя есть комната, там, в подвале, я не знаю, но ты веришь в себя, и ты будешь ходить, и будешь есть эту морковку, вне зависимости от того, сколько лет тебя не будут выбирать, пока тебя не выберут, раз, два, три, четыре, пять, и будешь есть морковку. Если у тебя этот ресурс есть, ты можешь выбрать себе эту профессию, и рисковать. Я не буду сейчас говорить, что тот, кто верит, себя всего добивается, я когда вот добьюсь, да, когда я тут буду записывать это видео, как уже, как, не знаю, Оскар, Оскароносная, актер, наверное, тогда поговорим, пока мне сейчас рано тебе говорить о том, что. Я могу только точно сказать, что вот эта вот история, когда я ходил на кастинге, как прокаженный, после театральной, вот после первого моего отказа, да, вот я пришел на кастинг, и отказался от первой сразу полученной роли, потом, вот до семнадцатого года меня никуда не брали, и, ну, и я не ходил, и не брали меня, когда приходил я, то есть семь лет прошло, да, и, но все равно в какой-то момент меня все равно выбрали, потому что я ходил, 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 конечно, на этом моя, и причем выбрали меня сразу в огромный большой кастинг за хороший гонорар, ну, там, не за космический, но за хороший, и, и, я не буду сейчас говорить, да, что это был за бренд, чтобы на всякий случай не полиция, и не буду тогда говорить, какой гонорар, в общем, ну, меня выбрали, конечно, точнее, не конечно, после этого моя жизнь не изменилась, меня не стали каждый день приглашать, приглашать, но просто после этого я понял, что меня могут выбирать, как это происходит, причем, что если бы ты, это я думаю, в следующем видосе покажу, я найду там, у меня есть фотки моих проб, они отвратительные, но там, видимо, нужен был человек очень максимально простой, а я там что-то как-то, как-то рожа скривил, там я даже, не статичное выражение лица, у меня что-то там произошло, и меня выбрали и с этой фоткой тоже, давай я найду, чтобы, нет, это долго очень искать, очень долго искать, нет, сейчас мы попробуем, я знаю, где это найти, это в инстаграме есть, в инстаграмчике есть, это фоточка, давай мы сейчас максимально промотаем, так, где тут, мотаем, мотаем, что-то у меня насморк, пока я записал это видео, начался, надеюсь, это не микрон, мне сейчас вообще не надо, он вообще не в тему, так, инстаграм у меня не очень большой, мы почти домотали, так, где-то здесь, у меня была фотка, ну, я специально закончу, на позитивчике, вот, мои пробы, я еще пришел в этих очках, ну, ой, тут написано, бой 3-4, это, ну, то есть, я 3-4, 4-й парень, то есть, кастинг был большой достаточно, и, ну, я помню, что, когда я увидел эти фотки, честно скажу, я думал, что, я не мог понять, особенно, вот это вот, с этим, вот это вот, вот этот профиль, какой-то непонятный, вот этот вот, что это такое, еще эти выходи в очках, еще эти шорты, какие-то странные, короче, максимально мне показалось, ну, я не знаю, как сейчас, я смотрю, ну, короче, снэпы мне показались, ну, они не сильно отличаются, вот, от того, что я прислал, ну, чтобы ты понимал, да, или понимала, я думаю, ты видишь, что оно не сильно отличается, вот, от того, что, от того, что я сам снимал. Здравствуй. Да? Видишь, да? Так, сейчас, раз, тоже, в принципе, сероватый фон, да, оно, оно плюс-минус, такое, ну, только что в полный рост, есть фотка, оно такое и есть все, то есть, это не должно быть, какое-то глянцевое, здесь, наоборот, тебя хотят посмотреть максимально, как говорится, без мейка, у девушек это называется, фото без мейка, я забыл, как они называются, или так, фото снэпы и называются, они, по-моему, подразумеваются у девушек без мейка, само собой, сразу, да? В общем, меня с этими фотками выбрали, я когда увидел, я их, эти фотки увидел уже на съемочной площадке, когда я их увидел, я подумал, ну, понятно, значит, я всегда мог пройти и раньше, просто я сейчас подходил под эту роль, когда ты это видишь, ты понимаешь, что ты подходишь под эту роль, и когда ты клиент, ты тоже это понимаешь, когда ты клиент, и ты понимаешь, что подошел человек просто потому, что он подошел, не потому, что вот другой мальчик плохой, не потому, что он плохо сказал, а ты просто посмотрел и пролистал, знаешь, как в инстаграме, одну фотку пролистал, а второй поставил лайк, Почему ты об этом даже не думаешь? И здесь не говорится ничего о том, что ты плохой. Ты просто не подошел. И если ты будешь ходить, ты подойдешь рано или поздно. Конечно, после этого, я еще раз повторю, не конечно, но твоя жизнь не изменится в одну секунду. Конечно, вот, блин, я сейчас смотрю, мне нравится формат, как его зовут, скрин лайфа, вот такого, да. Но мне не нравится то, что, конечно, это, причем, последний Mac 20-го года, что у них 1-мегапиксельная камера. Ну, как-то вообще не серьезно, честно, ребят. 1-мегапиксельная камера как-то вот. Так, это фоточка моя из New Photoset. Я про это записал отдельное видео, у меня на канале есть, смотри, если что. Короче, если тебе понравилось это видео, и если ты хочешь еще что-то об этом, на эту тему узнать, пиши комменты, ставь лайки, подписывайся, репости. Я тогда буду понимать, продолжать мне мой рассказ или нет, потому что мне, правда, очень много есть, чего рассказать. И про то, как режиссеры меня посылали открытым текстом на именитые, в том числе Жора Крыжовников, и как ты после этого можешь подняться и идти дальше, это для меня целый путь. Я думаю, что если ты хочешь об этом узнать и про роль Инстаграма в твоей жизни, и насколько вообще он важен, неважен и так далее, мне, правда, тут еще на... Вот видишь, я записал на 2.42, бля, еще настолько же точно. В общем, обнимаю тебя, желаю тебе успехов, все, все, стопудово у тебя все получится. Говорить человеку, от которого только три человека сегодня из-за этой фотки отписалось уже, только сегодня. Ну, мне до пизды, подпишутся те, кто оценят, те, кто не нужен мне, они освобождают мне дорогу. Все, обнимаю, шлю тебе лучи добра, и пускай у тебя все получается, все кастинги проходятся. Если хочешь вторую половину, пиши, об этом требуй, и я запишу. Все, до свидули-дули, с тобой был Сергей Ульянов и его Вселенная, тот самый парень с молниями на веках.